телефонные функции бесит так я пока раскинул а мне вам в принципе нет смысла раскидывать вопросы особо да я думаю нет смысла мы все равно это проговариваем поэтому без разницы так это комната огромная хуй поймешь сколько ты лет вложил чтобы собрать сколько лет десять уже комнате комнате года полтора я недавно переехал что значит переезд переезд просто пиздец сколько все у нас сделать да это проблемно но это все это уже квартира моя поэтому с концами да 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 здравление спасибо я так просто представляю если бы я вот знаешь моменте начал коллекционировать эти игрушки сколько мне надо было раз их перевозить спрос пиздец это гемор это гемор у меня короче несколько фигур некоторые фигурки которые просто поломались потому что я переезжал три раза и что то это самое дорогое там прям такое что-то не для тебя для тебя не в плане цены если такое самое дорогое в моей квартире что не девушка кроме квартиры я думаю сейчас он не так же не вынашивал ее часто передо мной ламборджини припарковалась но это можно парировать так ну парируй но нельзя мы уважаем вот и парировали рошан просто не наелся поэтому он ищет ручная зубочистка берешь ноготь отрываешь ровно и этим ногтем никогда в жизни брат не делал у меня пацаны вообще нельзя кусать нельзя кусать ногтями кажется вообще нельзя я вообще никогда в жизни ногти не кусают я могу только если знаете вот маленький-маленький такой залупенец я могу так уснуть и все а у меня нервные бывают и тот человек такой говорит ты охуел наху кто это делает вот вам итоги года ребят кусайте ногти дайте нам чуть-чуть прийти в эту атмосферу это нормальная номинация кто будешь делать ладно хорошо я понял самое дорогое это та девушка а что и сама такой вот из моделек вот из игрушек а ты прям что ты такой знаешь вот смотри тебе говорят тебе говорят вот типа знаешь вот мы все твои игрушки нахуй сносим и оставь себе одну я себе ребенка подожди зачем там вот эта дырочка кислород я понял кислород а самая дорогая игрушка по деньгам какая самая дорогая я даже не знаю на самом деле вот здесь я не скажу кальян вот тот наверное или что там блять я не скажу тут все плюс-минус одинаковое такое по цене самое такое а ты играешься и минуты берешь игрушки такой конечно 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 я беру так соси начиная бам-бам-бам вот так да так он ну конечно все в детстве так делали не не если честно я никогда в жизни так не играл я только играл машинками а не было такого злой а ты делал последнюю игру знаешь там где-то в 15 ходил к своим игрушкам и делал последнюю игру которого они умирают или уходят на покой там не в семья появляется не у я с ним ходил сам это последняя игра до сих пор алименты за игрушку плачу злой а у тебя не было такой темы что ты целовал игрушки игрушки нет конечно это куколку барби не 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 просто а просто барби мои самые любимые игрушки это был солдатики зелененькие вот эти очень было ножки ломались вот эти как на которых они стоят ну да ты наверно как зубочистки просто использовал а еще были фигурки монстрики называли на них не наступить кстати они болючие помнишь были эти из киндеров динозаврики эти бегемотики бегемотики стоп а вы помните какие игрушки раньше были в киндер такие классные какие-то да такие игрушки классные сейчас кто-то пиздотню просто суют это просто а может а может на то время это были классные игрушки не или нет смотрится лучше вот если бы добра целой коллекции там мог собирать сейчас какие-то не знаю ластики но это ощущение что сейчас игрушки именно из двух и трех частей в это в киндере ну да 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 я брать и говорю так это кейс ебаный шоколадный я не знаю игрушки я сколько покупал за последнее время никогда не было такой игрушки ты достаешь и думаешь ебать кайф а мы ждем славу но я так я чего-то слава не отвечает но не надо сейчас скидываю фото просто проверка на очень старых людей в чате сейчас мне просто фотку бабушки вот как не спалите скинул фотку как я как мне не спалите я имею ввиду этот ссылку не спали а вот а я буду я обратно я всегда я настолько ебанутый что я скачиваю на компьютер а потом вывожу через картинку понял да тогда я так же делаю ну вот вот у кого были такие солдатики я после себя банов я помню не знаю я мне кажется не один год ими играл и пытался всех собрать но так всех и не собрал ну я честно скажу у меня таких не было но это только это что у меня такие были это солдат где он показывает ребят я не верю на стриме вот наверное молодые ребята вот вот они вот какие были я вот не помню чтоб я их даже видел пози сколько лет было когда они были но я маленький был не знаю лет на я пишет бакуганы за 12 это не бакуганы ты молния какие-то долбоебы вот кстати кто пишет не были вы можете бате своему показать вот он скажет были или нет наверное бате все самое байта маленький машин блял как тут это видишь дим ребята самый бак это биониклы вот это самый бля я не понимаю как вы запоминаете название биониклы стоили так много денег что все 50 секс с этим тайминг написал и появилась фотка это очень да нет все равно дорого нет китайский пеннику 100 рублей 100 на я раз у мамы украл короче 50 гривен купился машинку и таких пиздов ей же получили такие маленькие были железные у меня был такой пульт вперед-назад кнопка и провод к нему ебаный бля ну ты бомажор был получил бля да а вы воровали в детстве у родителей я прикиньте своровал деньги отвез отвез всех на этот в игротеку купил всем мороженое меня сдали свои же у меня было я короче говоря спиздил у родителей 5000 рублей очень ведь немалая сумма на тот момент то время тысячи наверное 11 10 год то есть сейчас приводите на 10 12 тысяч рублей короче говоря я не как будто больше брат 12000 тогда курс по моему 40 или что-то такое поэтому до 12 нет это же не считаешь инфляцию все это мне кажется тогда больше пусть будет 15 хорошая тебе не мне ну вот у нас был интернету сломанный роутер и родители из-за этого постоянно беседились я такой блядь они меня не слушают не хотят брать роутер спиже у них деньги куплю роутер но я купил этот роутер мне дали пизды а потом они пользовались ими это тебе блядь это хорошая пизда ну ишь ты молодец все-таки только пизды это почему-то я получил все равно за это я но это за воровство ради народа это дело ради семи получается хорошо подожди а ты считаешь что вот рубин гуд правильно делать что он ворует у богатых и отдает бедным нет я считаю что должен воровать у богатых и отдавать мне тогда взял бы правильно атаку я какая-то тоже верно а вы помните как бы подключались к интернету через карточки эти ебаные ровшан я понимаю конечно у тебя маленький рост но ты можешь чуть-чуть я помню когда ты подключаешься это непонятные звуки были от интернета через домашний телефон а подожди когда этот когда по телефону разговаривать интернета не было да 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 я помню в лагере было огромное вы говорили заваровство я вот у кента своего спизил футболку вот недавно буквально брат я игрушки пиздил у друга причем наш к я была история я ведь я короче приходил к нему в гости у него вылок это игрушка там спайдер-мена какие-то бэтмен я просто в карман засовывал пить и забирал их себе и однажды он приходит ко мне и такой играет и смотрит до сморки на курит максим у меня вот такая игрушка пропала и вот такая я смотрю него не может быть для короче ладно у меня тоже кент залутал сука модельки я прихожу к нему смотрю на его модельки и думаю ты крыса ебливая да но я их не спиздил обратно потому что я не крыса шаппиздить надо было спиздить это же мое подожди стоп стоп вопрос сразу подожди а если б он спиздил свои же модельки считалось он все равно хуесос не но он вернул свое блять но я не могу спиздить нет вот смотри он у тебя спиздил а ты бы потом спиздил у него считалось бы что ты все равно хуесос преступник но мне кажется ну типа да но надо было не так говорить надо было ему предъявить то что он с нич нахуй он пиздит колесам кар братва катается на них пиздец он блять тупо залутал машинки крыса я придумал потом бро я его привел к себе домой пригласил гости у меня рода не ходили когда выучил 10 английских слов я ему пиздач дал понял дал ему раза в пиздач можно уточнение пиздач у него пизда было у мужика не ну face to face возле родакова понял дал ему три раза в пиздач и ничего не смог сделать и уже родаках они стерпели да и смотрели дует у лады муху пусть не не но он типа думает блять я щас его ударю типа батя там ступица и типа блять и он очканул понял изъебался тупо я на своей территории отпиздил его просто в крысу ты пацан ты не чушь пан а потом а потом с ним дрочили да не гаража больше не в ней все больше не дрочили короче вот этот чувак у которого спиздил игрушки он был немножко но вот такой интересный это что я был ну кстати вот на самом деле то что он проворачивает а может это вот вы с друг другом короче злой представим что это ты окей в общем у злого был интернет дома одного из немногих вообще во дворе и он приглашал пацанов смотреть порнуху у него и был короче чувак который пришел к нему смотреть порнуху и дрочил и злой взял симонс он начал снимать его как он дрочит симонс телефоны были камеры ну чё ты хочешь ну так называемый 03 мегапикселя было это модно на самом деле в то время и злой короче подходит к нему снимает всю эту хуйню это спрашивает ну злой злой да спрашивает конечно этого чувака говорит как тебе он говорит больненько и злой просто ручкой нахуй похуем вы со всей дури ебашите я это видео видел это ебать страшно на самом деле мне интересно как в этом видео как в майнкрафте ладно я я расскажу одну очень ну долбоебскую историю с моей стороны но молодости взял телефон к сони эриксон к 550 и понял вот сфоткал хуй свой по приколу понял забыл удалить ну просто сфоткал понял интересно было блять ну что-то в голову ударило типа посмотреть на эти пиксели а у меня на телефоне куча мемных видосов картинок я дал пацанам телефон а как они поняли что это твою не смотри мне кажется они знали нет нет но они знали подожди это просто как вы дрочили уже все вместе на гаражах нет и они смотрят и начинают орать мне стало так неловко пиздец слушай хорошо что не мама да 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 мама никогда телефоны не смотрела но пацанами давал посмеяться с маму ну тоже мемчик мемы мой хуй и там мы просто на мемный хуй мемный хуй да это тел пишет уважуха славе сидит тихонько никого не перемехать нет истории такой какую историю ровшан на думаю блять наверно жестко будет главное имя дядьки не спалить и все было давно еще допомните nokia не спали главное пришел к нам в гости дядя и знаешь я взял телефон говорит на поиграйся и такой забрал телефон играться захожу там порнуха как он телку ебет хочу грустно стало как батя ой батя этот как дядя ебать давай честно досмотрел у меня была другая ситуация там просто я с мамой папа сидел и папа дал мне планшет видимо забыл выйти с порнхаба я просто открываю планшет я планшет узнал год назад что это такое мне один раз короче друг с подругой пришли домой короче он не дал свой телефон и я в телефоне сидел пока не ебались натуре у меня у меня друг была такая хуйня короче доту хуярил у него друг тоже потом вдруг подходит говорить я думаю похожая история и он такой не иди на вкусе у меня дотка катка важно почему ты всегда где-то сидишь сексуальный наблюдатель все повидал сексе на страже вашего секса бро это и самый ёбнутый секс давай вот ладно пошли вот такие девушки у нас итоги годы кто-то еще кроме девушки а кто еще был кроме девушки да никто не никто никого мы не можем натягивать итоги год блять не у димана что-то именно с дрели должно быть просто первое первое что в голову пришло хлипе сатисфэкшн брат сори донаты пока читать не буду очень много секс некомфортно допустим не дома допустим если ну я даже как-то рассказывал это было за городом просто второй этаж был дома недостроены там доски валялись вот такая вот история была но я не сказал бы что мне понравилось но типа это самое такое жесткое место которое которое я запомнил а так обычно рассказывал так один раз шеф в канаве большой ебался а это а это как как это в канаве знаешь такие глубокие есть у меня с канавой все связано с дотой как как в гташке знаете вот такая глубокая спустился ночью блять и вот спустился подожди ты спустился то есть ты один был ты рыбу ебал подожди ты спустился в канаву нашел там кого-то и поебался да не не нашел я ее туда с собой взял столкнул забрал в канаву не я ее дела и вышел ну нет слушай а что она ответила когда ты ей сказал пойдем отсосешь мне в канаве блять ну что какая ее реакция она мне всю дорогу говорила потерпи потерпи я говорил нет нет я шел по рельсам нет 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 я говорю все короче давай заебала или я щас стану на рельсах или сосешь или тут стою да типа и она такая ну блять дедушка с дедушками тоже связано дохуя с пацанами что то есть ну а чё бы нет я обохуелась и диман говорит бля я как-то раскинтом другое бали блять вообще разъем у него не у него было трение писюнами же по сути не не у меня было учила в бане было битва шпагов был не ну да но мы не терлись писюнами мы в разных локациях эти по шпаге держал как руки когда бороться понял типа раз два три на я был в бане когда челы типа такие но они нажрались и такие давай блять бой на шпагах и бились короче на самом деле есть лайфхак как а ты опять смотрел да блять но я не хотел в таком участвовать ты мне кажется единственный друг с которым не работает вот эта фраза типа ты свечку не держал ну идея типа креативная ну блять я решил что я лучше не буду а что ты хлопал или ты сидел наблюдал а как ты в эти моменты как ты себя чувствуешь типа ну вот когда ну не знаю мне неловко было типа туляться и ты стоишь просто бухая компания была я не просто понял бухая я ставлю сто рублей на то что увы а там баня короче ну естественно челы без одежды сидят смысл бухими мне кажется он всегда пиздит вот он всегда пиздит мне кажется я тоже в 37 так буду развлекаться так это не в 37 это было давно я знаю как выеба Диму кстати как? дайте ему просто телефончик поиграться хех peuvent дима дима мнеα даже причем были фотки у меня сейчас он случайно в попу попал бывает ьте блядь оп новогодний подкаст опочки подкат новогодний такой блядь Ладно, давайте быстро послушаем, а то что-то Ребят, ну у Славы есть Некоторая проблема, просто сейчас Почему не появляется, но я думаю, что в принципе Мы и так справляемся нормально Новогодний подкаст, блядь Не, ну вообще нормально как будто Ладно, такой вопрос Какой у вас самый ебанутый Новый год был, что вы запомнили? Просто ебанутый С какой стороны, с хорошей или плохой? Мне кажется, ебанутый Новый год Который ты не запомнил Объебавший Типа, когда ты идешь, такое Тридцатое число, такой резко и второго просыпаешь Не, у вас не было такого? У меня было Бро, у меня был уебищный Портвейн 3, то пора, ребят, и все Короче, у меня была групповуха на Новый год С Дядом Морозом Ну так, чисто на деревне Короче, я с малой и Кент с малой И малые такие говорят, типа С малыми? С девушками Вот если малые, тогда нормально Говорит, выйдите с комнаты Говорит, выйдите с комнаты, мы делаем сюрприз И мне Кент говорит Идем, въебем по стопарику Короче, мы 4 4 горючего пропустили, Вася Я уже еле смотрел Малые нас затаскивают Начинается грязь уже И у меня Кент, знаете Вместо того, чтобы... Как она не групповуха, стоп 2 на 2 просто тулилова 2 на 2, да На 1 bedroom Он с тобой, а она с подругой В одной комнате, да? В одной комнате, да В одной комнате, да А ты посматривал на другую Или на свою Или на своего Кент? Бля, я везде смотрел Я бы на Кент смотрел, чтобы не отставать И короче Вместо того, чтобы нам их ебашить Тип орет Держит меня за руку Орет Артур, сопротивляйся Пускай у тебя не встает Вот такую хуйню начинает нести Тупо вот так минут 10 Бухой Какой-то базар Вот этот Не, пускай он не встает Нет, не надо Я лежу сбоку Типа, малая там чудеса творит Я думаю Блядь, что это за хуйня? Что-то пошло не по плану Короче, мы слились нахуй Вообще Ну, мы слились Я сказал Та не, Вася Что за хуйня? Фу нахуй Короче, такой дискомфорт был Вот это мой Один из самых ебанутых Новых годов Блядь У меня был Новый год Когда я поехал Это самое Таксовать Чтобы заработать денег Нихуя себе Я одного чела Только отвез Чего-то не помню Сколько рублей Двести, наверное Отжал у него, да? Отвез его в лес Да, блядь Там я не думал Что такая конкуренция Там все вылезли, блядь А тогда же не было Ничего, ни приложения Я ездил, короче В итоге я просто Бензин потратил Весь и все И весь Новый год Но я ездил, типа Было кайфово Пробок не было А ты по приложениям Или ты тупо на улице, типа Бедала Не было Бомбил, бомбил Тогда не было Да, именно бомбил Бомбил и был на Новый год Не было тогда приложений Я один раз сел к такому Бомбили, я помню, блядь, такси На перекрестке Разъебались, нахуй Ну, тогда да Тогда выбирали У меня, кстати, такая же самая хуйня была Я был в Томске, короче И тогда, типа, денег не было Я вызвал такси какое-то, знаете Когда вот это Появляется новый такси Сюда по скидкам ебанутым Я вызываю такси И оно стоило Как сейчас помню 49 рублей, прикиньте И это было Да хуя надо было Я кто-то зашел в Яндекс В тот момент И стоило 49 рублей Понял Я еду с Типом И тип хуярит Просто как ебанутый Я говорю, подожди А мы, типа, ну, мы точно доедем Он говорит А кто тебе еще так За 49 рублей довезет А прикиньте Гололед Ебанутый И мы летим просто вот так вот И, короче, ситуация такая Что выезжает машина Понял, короче И она еле-еле успевает Он начинает дергать в бок Я думал, пизда И просто дом ебаный Прикиньте, что за 49 рублей Не сдох нахуй Наебанутый скажешь У меня сердце, я думал Вылетит к хуям собачьим Прикинь Просто вот так вот проезжает машина И он просто вот так вот В нее хуярит Ну, а потом я понял А потом я понял Почему так Когда я Когда я вот так вот Сделал Вот так вот вперед А он бухой, поняли? Бухой Наехал с типом Я первый раз в жизни встречал Ебанутый Ну, бухого типа просто Крайне Я просто охуел Просто охуел Я так вот Бам И начинаю чувствовать Когда он начинает говорить Понял, что типа Алкашка ебаная Да, это пиздец И он вот такой вот Вот так смотрел на дорогу А ебашил, бля Я так охуел Еще и по льду нахуй Мразь Я понимаю, что у нас Итоги года, да? Да Вопрос какого? Вопрос какого года У каждого свой, да? У нас свой год, да Тема истории про такси Не, мы можем по чуть-чуть По чуть-чуть Но мы охуенно, кстати, начали Это наоборот заебись Это очень классно Что мы начали сразу разговаривать Даже не дождавшись вопросов каких-то Ну, только Слава пока молчит Чего-то У него есть Он скромный Да, у нас самый скромный Стример пока Да, ну Мы как будто, блядь Ну, мы тупо Ну, картина Слава И мы сидим Как-то странно, пиздец Вообще, нет? Ну, блядь, твоя же картина есть Ну, да, кстати У меня вообще двое на экране Ну, это мне нарисовали Подарили Что я мою с ней сделал Слава богу, что хоть Эту вебку нормально поставил Вебочка кайф вообще Но тут бы светом И посмотри Я на тьме двигаюсь тупо У всех какой-то свет А я тупо Просто свет отражается в окне Я хочу Найт-Сити показывать Понимаешь? А, ты где сейчас, Лой? Это Дубай? Варшава Ну, блядь Ну, я, честно, не сказал бы Что прям сильно топ Типа смотреть сзади Польша красивая, кстати Я знаю Она реально красивая Ну, просто свет, понял? Надо как-то сделать так То ли окна хочу выбить То ли что Чтоб не отражало просто свет Чтоб с кайфом было Ну, надо, чтоб потеплело Блядь Окна выбить У тебя сейчас ночь Как у тебя свет отражает? Брос От стекла отражается свет Вот видишь? Уже синяя полоска Вот Брат, смотри Есть суперплан Зеленая, брат Ставишь на окна Просто блэкаут И ебашешь картину Просто Города Все Вау Может гринскрин уебать Просто я в Нью-Йорке Не ебать мозги Ну да Так это на самом деле И дешевле Ну Кстати, факт Порнушные Порнушные Да просто тему вопросов Поставь и все Давайте сейчас Серьезно будем общаться Без порнухи Без сленов Не, не полость Не, ну, блядь Без сленов Без мужиков Без банек Все, ребята Короче, но мы можем Просто перейти на тему Вообще А что у нас в три точки? Тема сиськи Не, ну мы можем Тему сиськи обсудить Нахуй Блин Можем, можем Которая была Ну типа она И порисовать еще можем Не, порисовать уже не можем У нас вон холл Свободный есть Между тобой и мной Вообще были вот два дня назад Да, да, все поняли Все поняли, я думаю Все поняли О каких сиськах Ну я, ну я честно По поводу вот этого Нового правила Я честно не понял вообще Ну я без шуток говорю Типа я Там написано Просто как будто порнуха Но при этом все равно Ничего нельзя Ну типа Я, я Вот я говорил свое мнение Мне кажется Они просто Сделали правило Для того, что уже и так было там Ну может быть там Не в таком количестве Понял? Чтобы там не ебали те Кто когда-то этим занимался На Твиче Вот и все А все решили Что это значит Так нет Ну а как А зачем писать слово Стриптиз, например? Вот зачем писать слово Стриптиз? Ну потому что танец Например девушка сидит Вот какая вот Что такое стриптиз? Как понять Что танцуют стриптиз? Когда с ним Когда человек раздевается Да Раздевается Но на Твиче же не запрещено раздеваться если ты не до гола раздеваешься а стриптиз это не стрип-дэнс там вот и стриптиз это же не значит до гола раздеваться ты можешь быть я не знаю в купальнике танцевать вокруг 6 это это красиво смотрится это не ну а а подходит ли платформа вообще под вот эту тему тема в твиттере что тип создал аккаунт написал прямо mail там что ему 13 years old и он зашел на все эти хуни без ну спокойно нашел их на твиче тупо куча детей просто на платформе где никогда не было вот этого ну разврата блять фортнайтеры пошли смотреть на 13 летний парень зашел на твиче вилл порноху ебать ужасно блять в одиннадцать лет и сидишь вот так на кухне ешь племени мамины думаешь бля мне нужна шлюха ты о чем это реально это не проблема есть такой важный момент но не будем его на прям жестко подробно обжать сейчас другой возраст у людей сейчас люди намного быстрее у детей это уместно ли это назвать взрослые не взрослеют наверное ну короче в на грани сирует просто информацию больше не знаю то что я там не знаю 18 лет увидел там сейчас чел может увидеть не знаю в 13 лет образно говоря понимаешь без проблем потому что телефон ты заходишь и смотришь а галочку просто нажимаешь вот поэтому на протяжении всего времени вот был разврат то есть были которые сидели говорили смотрите какая сексуальная посмотрите на моей груди вводили какие-то непонятные правила ограничения блять сейчас что вы понимали можно вот так сюда налить воды разрисовать по бассейн поставить сзади я могу раздеться на трусов и типа говорит смотрите басик рядом ну то есть это правило по сути сделали к я согласен с димой для того чтобы просто ну просто не доебывали потом это перешло какой-то пиздец когда реально сидели люди смотрели на сиськи и не такие бля наверное надо еще немного пошифроваться в общем короче говоря я думаю проблема на самом деле намного глубже то что вообще подобного контента на твиче не должно быть но это супер странно если хотите подрочить я не против дрочки дрочка это самое прекрасное что придумало человечество даже лучше чем секс секс хуня переоцененный это я вам заверяю как человек который занимался им фу я просто не знал теперь теперь лучше бы теперь я тоже в охуе бля ну вот секс это фу . супер но это должно быть не на твиче на твиче бля ну это гейминг-платформа ну это факт я уже представляю как в новостях общаются со зрителями это нормальная тема нет ну подождите ну вообще вот я считаю но это даже не сильно там в огород как говорится камень но вот эта тема когда в жопа на экране и чел вот так вот лежит и общается с чатом жопой как будто это вообще пиздец типа люди час смотрят просто на жопу типа или как прияте кстати но с чего люди взяли что там аудитория детей еще что никто не говоришь аудитория детей просто смотрите на жопу час там взрослые взрослые люди там в большей степени мне кажется куча мужиков сидит хорошо но те 40 лет ты сидишь думаешь дай зайду смотришь на жопу и слушаешь а с другой стороны я нет но очень много людей которые это делают ты бы хотел аудиторию людей которые час смотрят на жопу я бы не хотел поэтому и поэтому это прикольно но типа прикинь аудитории которые требуют к жопу что ты будешь тупо очком светить опять пацанами как вообще потом что ты стример спрашиваю тебе просто очко показывают хорошо запускаешь ты идеи какие-то придумаешь он просто очков сфоткал свое все и контент так подожди хорошо ну а куда мы идем ну типа куда мы идем вообще на твиче таким контент ну типа через год через два через три подожди ну не подожди вот когда же мы начинали стримить но не было такого все долго стриме до плюс-минус ну конечно все тут долго стримит раз сколько ты стримишь вот только партия не знаю сколько три года четыре года довольно мало хорошо когда мы заходили на платформу что у нас было такого связанного с сиськами ничего же не было вообще нихуя я помню что у нас начинало появляться это если кто помнит герсту рул такие каналы появлялись здесь стримили только девочки девочки девчонок помнишь по очереди стримили при этом они просто играли типа ну гуд гейм герлс называлась а может такое быть просто что это хочу сказать естественный виток развития на такой себе конечно но грубо говоря сейчас же вот начался там корона вирус образно говоря все сели дома стали развиваться там онлайн-сервисы в том числе и все там не знаю всякие бонги хуенги и так далее вот и сюда тоже дошел некий тренд просто они делают просто показывать я не понимаю почему показывают здесь дима объясни мне хорошо это всегда было это было на всяких чат рулетках а сейчас это выше называется рунетки да 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 рунетки нас допустим с ютуберами некоторыми не буду называть их имена был общий аккаунт шесть человек назывался он теребонер 01 и мы сидели нахуй просто ну донатили им такие ха-ха делку не хуйню там типа передай приветом семченко ой хорошо смотрите объяснить мне пожалуйста почему люди не заходят на порно хаб и не пишут типа кс-го мувик я не знаю стрим по майнкрафту почему этого не делают а почему на твиче заходят ищут сиски смотри смотри давай да еще объясню почему тебе какая порнуха больше всего нравится еще извини еще раз какая порно хотя нравится домашка же ну наверно по-настоящему все правильно да такое но это сложно это сложно очень я могу очень долго искать ну вот тут это редкость понял что что-то такое найти ну да согласен люди такие блин отвечаешь более все естественно на счастлив полугола ебать кайф понял самом деле вообще не на машка кайф домашка кайф до меня чат напрягает как будто я не один смотрю понял мне нравится когда все подглядываю можно да да ты смотри какой переборчивый короче просто платформа которая тебе внимание она стала развиваться естественно девчонки увидели возможность вот такие да которые ищут заработок таким способом увидели что домашка зарабатывать все и твичу это выгодно короче просто по факту появился ебаный он лифанс и с этого все пошло все же пиарят свой он ли все они не стримили мне кажется если бы твич сейчас не был популярным там не было бы этого это знаете мне кажется это скорее вытекающие то есть они здесь кто-то попробовал стримить начала зарабатывать деньги тоже амаранс да она бешеный к сумме говорят там ебать можно все все посмотрели например кто-то там девчонки и стали делать то же самое не видят что можно зарабатывать соответственно мы будем делать то же самое это просто шаблон так же как ребята например некоторые донатят типа я там начал стримить я хочу стримить как 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 там стать стримером например то же самое пока они решили выбрать вот такой вариант посмотреть нам на марат шипи решили хорошо а понятно как хорошо а скажите пожалуйста смотрите вот у меня есть такая тема не такая тема смотрите когда у меня были игры gabara меня забанили за то что у меня была ссылка на контент она была типа, она постилась, получается, в комментариях то есть она постилась ссылка на контент сейчас практически у каждой стримершей которая стримит подобный контент, у нее есть ссылка на свой only fans где она продает фотографии это по сути то же самое это двойные стандарты называются, вот и все я узнал, что у меня, оказывается не за что было банить, когда была игра Габара единственную причину, которую они нашли что ссылка попадала на телеграм, но это же есть у каждой стримерши ну типа, это же то же самое один в один может быть им нужна была просто причина хоть какая-то ну да, понятно дело, да им нужна была причина, потому что они всех забанили надо было чем-то меня забанить, и поэтому это взяли как основную причину не, ну подожди, если у подруги ссылка на онлики там, ну, все платно, блять надо купить еще там, чтобы увидеть ну да, и онлики, ты же не можешь посмотреть, что за фото там да, у тебя нету бесплатного доступа чтобы купить подписку на бусти да, 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 да ну и ты хочешь сказать, что это оправдание, что надо покупать? не, ну там же не видно, сисик, прикинь он к ВИЧ заходит на онлик там, нихуя не видел ну смотри, есть еще один момент короче, Эвелон, в следующий раз подписку ставь, платно делать? бать, еще один момент есть, возможно 18+, на онлики, наверное, есть пометочка какая-нибудь 18+, и так далее, если контент а там был скрытый телеграм вообще? ну, там-то нет пометки, все равно он скрытый не скрытый, там же все равно, типа, чел любой зайти может, вот, а на онлики ну, может, да, ты прав и на онлики пометка, да, ну вот видишь, такой надо было бы онлик все сливать себе, раскачал бы сейчас хуй дропал с мемом каким-то на промолду и все, блять бля, а если бы я на порнохаб ссылку кинул бы, а там были бы, ну, стримы забанили бы? я не знаю я говорю, мне кажется, в данном случае просто игры Габара, это слишком была популярная тема в тот момент, и многие к ней относились неоднозначно кто-то хорошо, кто-то плохо, кто-то вообще максимально негативно, и в данном случае просто Твичу нужно было что-то делать, собственно та же самая история, что с сиськами, когда сейчас Братишкин сделал 40 тысяч онлайн и смотрел на сиськи такой, смотрите, я на Твиче так можно все, кстати, так делали, я делал, Тоха делал Братишкин, еще, уверен, там много кто другой, не знаю, Дима, наверное, делал Твичу пришлось реагировать та же самая штука была с играми Габара, да, было жестко, что они его забанили прямо в моменте, да, что с Братишкиным на самом-то деле они забанили вне правил, то есть по правилам он делал все правильно мне кажется, я понимаю что его забанили, у него там слишком реалистичная пизда была нарисована, которую скорее всего приравняли не к рисунку, а к показу гениталий как это тогда претензия к художнику? ну, на чьем канале-то он это делал? на своем не, ну я все равно он это делал на своем, Вова просто лазал на платформе Твич, в этом ничего такого нету не, я вот все равно считаю, что все-таки, да, это типа странно пиздеть на себя, но все равно я согласен с моим баном типа, я же это допустил, вот этот пиздец по факту, типа, по правилам, меня не за что банить, я ничего не делал но я же предоставил стрим, я предоставил платформу, что, на что это делал, и еще, кстати там был прикол, там была сноска, очень, очень жирная сноска, это то, что Кибер Степан блеванул от пива, то, что мы просили очень сильно, это тоже по факту стало одним из самых главных таких причин а блевать нельзя, да? да, блевать нельзя вообще блевать это прям, это прям пиздец, это типа вред здоровью, понял? человек что-то делает во вред здоровью а если плохо, то мне плохо стало на стриме не-не-не, это не так работает, ты, например, сидишь, тебе стало плохо, тебе же просто стало плохо а Кибер Степан заливал с себя пиво, ему стало плохо, понял? а если мне на душе плохо, я заливаю то, что мне плохо, пивом и потом блюю не знаю, блевать, если Рошана за эту тему забанит, то этот Вич не уважает его чушь ну пить вообще на стриме нельзя бухать, нельзя? да, нельзя бухать это сейчас все бухают всем похуй вообще мы раньше писали, виноградная мафия, там скрывали все это сейчас люди сидят вот так вот, виски стоит, водка, ебашь, всем похуй, блять есть стримеры, у которых каждый стрим бухающий, себе поебать вообще на это когда алкострим? короче, вопрос такой, вам не кажется, что люди, что администрация боится банить, как будто сейчас? нет такой хуйни, что они просто боятся банить я недавно отлетел за запретку, просто, блять, ну я не говорю больше про наш регион я говорю вот про регион, который им приносит деньги как будто они начали бояться банить вот как они забанили стримершу, которая стоит, как бы, да, у нее как бы видно грудь, ну не до конца и там написано, как там, jump cooldown или что-то такое у нее написано 001, типа, она сейчас будет прыгать ну то есть, типа, по факту это очень странно ее забанили, она там что-то написала и такие, оп, и ввели новые правила как можно из одного человека, из одного сообщения моментально реагировать? это вообще не похоже на твич это нормальная популяризация темы они больше шума боятся это вообще специально было сделано да, они для самих банов они больше шума боятся а там шум очень быстро сейчас поднимают а прикинь это все сценарий ты же знаешь, что, допустим, братишкин отменяет зарубежный, ну, твич, твиттер, какой что-то называй за то, что вот получается, банили каналы вот с этими сисечками ну, Вова попадался на ситуацию еще, как и я у нас был когда пиксель баттл я почему во втором пиксель баттле, ну, не участвовал мы в первом пиксель баттле мы написали фрик не помню на чем может чат меня сейчас поправит? подожди, подожди, подожди скинь вебку, брат помните, кого мы затерли, ребят вы помните? мы затерли кого-то и написали фрик типа, ну, фрик, просто нас написали они подумали, что мы их обозвали фриками и меня в реддите отменяли писали ему адрес, где я живу и какие возможные расправы со мной можно сделать представляете? я когда да, 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 они писали что надо забанить ему обязательно все каналы на реддите и они писали, что если есть возможные люди, которые живут рядом с ним они писали мой адрес прикинь, просто где я живу если есть возможные люди, что нужно повлиять нужно на него что-то написать там люди писали, что вплоть до того, что его нужно убить типа, что я назвал их фриками а я говорю, типа, ну там люди там есть адекватные люди, наверное, с пацаном из чата много, кто шарит за реддить они писали, типа, бля, ребят, они называются просто фрик-скват, типа, это там не обзывание вас у него было это такое, да, действительно и там были люди, которые говорили, ебать надо его отменить просто потому что не хотели разобраться в ситуации ну это, говорю, это в целом так западная повесочка работает, что люди сразу они ищут до кого доебаться у нас это тоже есть, у нас действительно это есть когда люди пытаются докопаться до кого-то на основе какой-то мелочи, допустим, там, не знаю им там родинка не понравилась, все, они будут тебя гнобить до конца жизни, но с рубежом это более ярко выражено, чем у нас да не, я с тобой не согласен у нас вообще отмены не существует не, есть какая? ну просто обычное гнобление, ну то есть это не так, как за рубежом она она light-версия да, light-версия есть, конечно это что-то просто буллинга что отменили? недавно какого-то комика отменили за то, что он про женщину высказался типа, что жизнь женщины не такая сложная, как ну, типа, свое мнение высказал где? это где, я тоже не понял я не читал я не помню а, вон, пишут Артура Чапаряна ааа, я понял он сказал фразу, что жизнь женщины не такая сложная, как об этом все говорят да его отменили разве? хорошо как понять, отменили? а он у тебя сказал ну у тебя слушай, мне кажется, Дудь это тот человек, у которого ты когда что-то говоришь, ты должен десять раз подумать нахуй чтобы что-то у него сказать ааа, я вообще, вот я до сих пор не понимаю, либо я не в том мире живу, но я не вижу ничего плохого, когда человек свое мнение высказывает он же не, не какое-то радикальное мнение высказал ээээ, да, возможно, если ты сидишь в дискорде с пацанами, там, типа, и высказываешь свое мнение, да, но когда ты говоришь у Дудя, одного из самых медийных людей вообще похую ну это же его мнение, бля, если он готов его озвучить публично, значит, это его мнение ну, брат, но есть же люди, которые любят конфликты ну, хорошо, я озвучу его, но есть люди, которые с ним не согласны то есть да вообще похую, брат, в этом и прикол мнение, какая разница есть людьми согласны с пене ну так Okay, ну да, да, да всё, они не согласны и я дам ярых горса Слав, Слав, ну а если ты скажешь, типа, какую-то, ебанутую чушь ну ладно, типа, ты скажешь, я там, люблю там что-то убивать, там, или что-то и люди такие, а мы с тобой не согласны и ты, типа, ну а ты его задеваешь скажешь, типа, ну, не, ну, норм так, типа, скажем оно у него свое мнение ну, это сопоставимые вещи я люблю выбивать ну, нет, не сопоставимый, нет, я понимаю, что я даю типа, вариант максимально долбоебский, но я просто говорю, что типа вот как вариант. Он же может сказать подобную какую-то чушь. Это нормально, что люди есть, с которыми не согласны? Смотри, если подобную чушь, то нормально. Но мы же говорим про отмену, а не про несогласие. Так отмены это несогласие, оно я привел пример. Ну не сказал бы, Каневес сейчас с Америки уехал. Так мы опять же говорим про российские русскоговорящие примеры. У нас вообще нет отмены. Я тоже считаю, что вообще никакой отмены нет нигде. У нас просто буллинг какой-то элементарный. И то он заканчивается в следующей неделе. У нас 5... Термин cancelled, это не равносильно буллингу. То есть у нас нет отмены, у нас есть буллинг и все. У нас такая лайт-версия. Да, да, да. Ну просто можно... Да, да, про это говорим именно. Так сказать можно. Вот по факту вот, например, если можно взять там наш какой-то круг общения, вот, например, Коля, да? Своими поступками, например, у нас же, ну, аудитория, ну, никогда в жизни не переобудется. Я не знаю, что Коля должен сделать, чтобы аудитория переобулась. Я не знаю. Как будто даже уже всем стримерам станет похуй, но, ребята, не. Я не верю, что чат когда-то переобудется насчет этого, например. Насчет чего? Насчет Коли, например, Никоглая. Что он, например, те поступки, которые он, например, там делал, что вот чат, они более такие, знаете, типа, хоть и говорят, да чат переобувается. Но вот в этом моменте я не верю, что они когда-то переобудутся. Прикол в том, что если вот ты говоришь именно про коми, например, с спортиками или наркотиками, осуждаю заранее. Про этот, про спортиков, конечно. Бля, если честно, я про наркотики даже забываю, на что он рекламил эту тему. Том-то и прикол. У нас есть огромное количество примеров, когда блогеры рекламировали наркотики. И я уверен, ну да, очень много примеров, но я не буду это поднимать, все, когда меня кто-нибудь поднимет, я в этом уверен. И прикол в том, что аудитория, ну, забывает это. Забывает, игнорирует, просто потому, что это медийный шум. То есть у аудитории есть такой прикол вообще в целом у людей в интернете, они обсуждают только то, что популярно. И какие-то мелкие вещички, они просто-напросто кидают. Я тебе скинул вебку, бро. Да-да-да, я скидавил гардер. Даже Никоглая, кстати, забывается наркотиками, просто потому, что есть другие. Ну вот, вот я забыл даже сейчас, типа. Ну вот я, да, я проговорил именно про Рому. Вот эта ситуация вся, что, типа, был звонок. Я в целом вообще забыл, как будто, знаешь, все про Никоглая. Ну, типа, это как будто какой-то реально шум ебаный. Типа, знаешь, был очень хуёвый этап, но просто я его из головы выкинул и всё. Ну да. Ну у нас, да, у нас по факту, у нас по факту отмены нет. Мне кажется, на Твиче, вот я не знаю, есть ли вообще стримеры чистые стримеры? Вот реально чистые стримеры есть вообще на Твиче? Это Дмитрий. КС рулетки не рекламировал. Да, вот человек, вот человек, который, вот человек, который... Никогда, вообще никогда. Вообще, вот он прям грязи вообще не делал. Он жил, там, знаешь, даже без денег, без ничего. Просто стримил, там всегда у него белая реклама. У него никаких косяков. Эксайл, кстати. Эксайл, он рекламил, он рекламил кейсы. Есть очень много людей, которые когда-то в самом начале рекламировали подобную хуйню, а потом поменяли позицию. Реально, фрэмтеймер жили. Фрэмтеймер. Да, фрэмтеймер. Да, фрэмтеймер. Не было рекламы вообще такой никогда. А, подожди, он работал оператором на Моргенштерна. Что рекламировал на Моргенштерна? Не-не-не, ну это... Не-не-не, ну это... Не-не-не-не, ну это уже вообще пиздец. Я не согласен. Я так понял, ты копаешь под него, да, Стинтик? Конечно, конечно, я прям сейчас ролик пишу. А, реклент, ты сейчас пишешь, слышишь? Реклент. Тогда можно и Ростика туда вписать, который подстригся за деньги Молстроя, получается. Ну это ж, блядь, ну это ж не считается, типа, что... Что что-то он такое сделал. Дина, блин. Позже, хорошо, а вы считаете, что вот грязная тема это бетки? Окей, вот такая тема. Я да. Я считаю, что бетка это то же самое. Нет, я бетки не считаю. Потому что она легальна? Хорошо, спорт... Если б Казик платил налоги, он бы тоже был бы легален. Брат, спорт это хорошо, по-твоему? Да, спорт это очень хорошо. Брат, я просто законы соблюдаю, и все. Тебе не кажется странным, что типа условно взять Россию, везде Казик запрещен, но в Сочи это заебись, типа ебать. Светлая штука нахуй. Тебе не кажется, что это странно? Ну, это странно. В Лас-Вегасе с казино ебать все играем ебать, но только ты за него выехал ебать. Нет, подождите. Подождите, вы сейчас рассматриваете позицию с точки зрения закона. Рассматриваете все эту историю с точки зрения морали. Нет, я просто про мораль говорю. Просто мораль. С точки зрения морали, что изначально казино, это развлечение для богатых. Да. Ой, да. Ты прав, ты прав. Развлечение для богатых. Все азартные игры изначально были придуманы, ну как, это просто людей, которые хотят там, допустим, о, давай поспорим, сможет ли он делать сальтуху или нет, сможет ли он там выиграть или нет команду. Это просто изначально элементарная ставка ради развлечения. Но проблема в том, о чем люди почему спорят, потому что это иногда превращается в лудоманию, и примеров много. Вопрос в том, ну кто за это отвечает. И сможешь ли ты сам ответить, вот и все. Слушай, ну, с другой стороны, это же, ну, проблема, как бы, появление какой-то зависимости. Это вообще другая проблема, я тебе говорю. Условно, как с алкоголем, никто же алкоголь не отменяет, он до сих пор продается. Да, да, да. Здесь очень много нюансов есть. Верно, верно. Даже, я скажу тебе больше, даже если исчезнет неожиданно казино и вообще ставки у всякие бэки. Люди найдут, где проебать свои деньги. Да, да, потому что лудомания, в целом, она зависит не только от этого. Говорю вам, даже когда вы, блядь, сидите нахуй, спорите с другом, типа, давай, кто и дальше прыгнет, это уже ставка, считай, нахуй, это уже спор. Подожди, Стин, подожди, еще раз, можно я спрошу вас? Подождите, я что-то потерялся. Кто, кто считает, что вот ставки, типа, это норм, а, например, это нельзя сравнить с казиком? Брат, блин. Не, ну, не плане закон, не плане закон, а именно в вашей голове. У меня очень важный момент. Казино в реальной жизни, отдельный там покер условный, blackjack, если честно, очень важный момент, потому что иногда человек, который раздает карты, может быть шулером, это еще важный момент. Это просто игра, когда есть деньги, если хочешь попробовать адреналин, но когда ты переходишь в лудоманию, это уже неадекватно, надо идти человеку лечиться. У меня такая позиция. Но как это контролировать, я не знаю, блядь, я не специалист. Так ты, брат, можешь контролировать только за себя, товарищ? Да, да, подожди, ну а ставки, ставки то же самое. Ты можешь так же само, вот посмотрите на Станислава Девяткина. Пример в две стороны. Извиняюсь, почему я считаю, что кайзик это другое? Потому что в кайзиках имеется вот где шулерство есть. Ты можешь подкрутить что-то, тебе могут делать более вот реально то, что ты проиграешь. А когда на карте, когда покер, то есть у тебя есть карты, все. Подожди, не пойму тебя, не пойму. Подожди, не пойму, ты говоришь, подожди, вот было время, подожди, было время, когда рекламировали кейсы, когда рекламировали кейсы, и была такая тема. То есть за последнее время, я надеюсь, что такого не было, ну то есть типа, мы там не дадим соврать, была ситуация, когда на стриме ты кейсы открываешь, и у тебя просто, блядь, у тебя хуенный дроп падает. А ребятам падает хуйня. Это хуйня. Ну хорошо. Ну а если мы говорим про РТП чистое, когда ты видишь, как, ну это отдача. Я тебе в целом скажу, типа, ну это все существует, только потому, что оно зарабатывает больше, чем люди. Ну да, это понятно, конечно. Просто более лучший источник дофамина, и все, оно сделано так, чтобы человек получал больше дофамина. То есть ты играешь, у тебя все светится, ебать, ты деньги выиграл, и все. Но, опять же, никто же никого не заставляет в него играть. Так, подожди, ну так бетки то же самое. Бро, ты со старками, вот же, экспрессы, это жесткая лутка, ты ставишь 800 экспрессов, за облачный коэффициент. Матчи могут быть 3 на 2, это вообще дефболт. А у меня нет лутки. Букмекерка? Хорошо. Как можно сравнить букмекер с казино, если букмекерка? Вот, например, спорт это хорошо? Да. Ну, хорошо. Спорт это хорошо. А давайте, а если сейчас согласишься, нет, сейчас спорта нет без букмекера. Подожди, но какой спорт? Любого большого спорта не будет. Это очень важная часть спорта, это интерес повышает, понимаешь? Любого большого спорта, не футбола, который сейчас идет. Подожди, но казино, подожди, казино тоже забирает кучу. Смотри, например, есть бетка, 1х, то она на казике больше зарабатывает явно нахуй, чем на бетке тоже. бетки, которые нормальные, бетки. Казино, казино ты не можешь вот угадать, все было честно. Там ты можешь сесть, анализировать, понимаешь? Да, 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 я согласен с Равшаном. Да, это нехорошо, даже если убрать букмекерки, и все равно люди будут ставить. Бля, я считаю, что люди, которые люди анализируют, сидят там, вот это пиздец, это еще хуже нахуй. Брат, ты никогда не узнаешь алгоритма, понимаешь? Да потому что люди сходят с ума. Элементарные вещи в спорте, допустим, ты можешь оценить просто, ну, увлекаясь. Людей там наебывают с этой системой. Брат, ставки, вот эти рекомендации. Вот есть спортивное событие, есть победитель один и победитель два, понимаешь? Ты на него поставил, и ты понимаешь, что произошло во время игры. А ты сделал спин в кайзике, и это причем зависит от кайзика, как там настроили. Хорошо, тогда давайте объясните мне матч 3-2-2 матча, которых миллиард, везде абсолютно. Вот, например, есть, ты поставил ставку, там за 3-2-2, или ты проиграл деньги? Вась, ты приводишь пример, где рынок БК еще даже на Тиро-1. Да не только КС, так много где. Блядь, если в футболе такая хуйня поднимается, там такой срачный человек. Да мне кажется, просто об этом не узнают. Киберзажерти, киберзажерти, с этим борются, понял? Когда об этом узнают, это повлицают. Ой, не к сожалению. Опа! Так, Владенец киберзажертизм команды, понятно. Сейчас я сделаю тиши сячик. с этим борются, и когда об этом узнаются, это повлицают, то есть, понимаешь? Это правда, да. Это реально, бывает такое, да. Блядь, букмекерки, но я их не вставлю в одну в этот казино, вообще, вообще нет. Для меня казику, типа, ну, это прям вот залупа ебаная. Нет, обетка заебись, типа. На самом деле, даже, что твои позиции. Смотри, я вот вижу, у меня играет, типа, Navi против Cloud9. Так. Я поставил на Navi, проебал свои деньги, и понимаю, почему их проебал, потому что выиграли, блядь, Cloud9. Ты просто не знаешь, как казино работает в целом. Есть, 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 просто об этом надо больше знать. не знаю о том, как работает казино, никто не знает, как работает казино, брат. Нет, я не имею в виду, что ты, типа, знаешь, как выиграть деньги, а вообще, общая система, целая, просто спиниш, ты просто спиниш, да, потому что ты отдаешь бабки, чтобы просто получать эмоции, и все. Быстрые эмоции, быстрый дофамин, пробельщикам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ты говоришь, можно ли это сравнивать, для меня нельзя сравнивать, потому что я тебе объясню. А ты не понимаешь, почему ты проиграл? В одной категории находится, все равно, это геймлик, это лудомания, что там, что там лудка, и типа, это кейсов кс-гемблик, который мы приказываем. это все лудомания, это все относится к лудке, оно вызывает лудку, так же, как и казик. Но казик, скорее всего, быстрее будут вызывать, потому что там быстрые бабки, быстрые эмоции, но ставки тоже вызывают жесткую лудоманию в целом. Нихуя ты перевернул. Тебе бустер говорит вообще про другую историю. То, что казик, ты не можешь контролировать а я понимаю, то, что ты не контролируешь. У тебя есть два стакана, блять, один-два нахуй. На этот кэф больше, потому что в нем вода. Здесь меньше, потому что все выпили. На кого будешь ставить, угадывай. И ты анализируешь, кто лучше должен. Никто не спорит, что и то, и то гемблинг. Если вы с пацанами скинетесь по 100 рублей, сыграете на суифай, это тоже гемблинг, понимаешь? Гемблинг это просто азартные игры. И все. Раньше и без БК собирались. Помните, как в фильмах ставки принимаются. И без них справлялись. От этого никуда не деться. Я на самом деле на этом фоне не понимаю, почему у людей такой хейт к покеру тому же самому. Потому что, мне кажется, из всего вообще азартного, что есть, покер самый адекватный. Есть хейт. Я помню, я покер рекламировал даже или играл. Мне говорили, что это ебать хуйня полная. Это вообще неадекватный. Чат у вас есть к покеру хейт? Чаще всего покер на сайтах, где есть и казино, слоты и так далее. Понимаешь? Наверное, поэтому. А так сам по себе? Ну, а почему тогда? В чем вопрос к покеру? Я, кстати, к самому покеру как будто вообще не может быть вопроса. Я сам не знаю, но я помню, у меня была такая история не единожды, и меня предъявляли за то, что я рекламировал. Ну, а скажи, какой ты сайт рекламировал? Покер Дом, по-моему, или Покер Старш. Ну, ДК. А, ну так там есть касс, а ты не заметил, во сколько сильно вообще изменилось отношение людей к рекламе казино, к рекламе покера и так далее. А я не рекламировал никогда казик, но вот если покер не считай, любой азартной истории, насколько сильно изменилось. То есть сейчас людям вообще похуй, я у некоторых людей открываю телеграм-канал, я вижу, бля, не просто так настолько хуйню, бля, я думаю, настроение зависит, и всем поебать, люди так любят доебываться, вот и все. Это правда, есть такой момент. Вообще да, я, наверное, даже понял, про что ты говоришь, про какую-то рекламу говоришь, я, кстати, тоже реально замечаю, что сейчас, знаете как, знаете, что единственное люди делают? Это на хуевую рекламу просто какашечки ставят. Все. На этом заканчивается. Просто потому, что они такие, блядь, опять рекламу заебала. Просто вот, просто все заканчивается на какашечках. Раньше, ебать бы темы подымали, блядь. Ребята, я помню, как я, блядь, в каком же году, ребят, вы точно сейчас вспомните, я взял 1xbet, когда-то, давно, про это написали целый пост, я запустил стрим, и у меня в начале стрима ебашили прям в чате, вот так вот, нахуй. О, я кажется, это помню, кстати говоря. Это была сенсация, понял? Ты понимаешь, ну, большая проблема, то, что люди до сих пор, понял, типа, вот у меня есть букмекер, да, я выкладываю рекламу, и мне пишут, долбоеб, типа, казино рекламируют. Я такой, ебаный рот, как я вчера выложил, мне пацан сделал подгон шмоток, я выложил пост. Еще потише себя делал-то, ебаный. Братская реклама, меня отхуй сосили, сказали, да он китайскую хуйню продает. И все. В смысле, я одежду. На самом деле, большинство вещей, которые сейчас находятся у стримера в рекламе, не так или иначе, нацелены на то, чтобы получить деньги с ваших зрителей, хотите ли вы не хотите. Ваше дело просто либо оправдоваться, либо признать, что вы гондон. Ну, то есть, я признаю, я признаю, что я бывает рекламирую какую-то херню, которая, ну, очевидно, блядь, не супер чистая. Типа, то же самое БК, она может привести к лудомании. Я беру за себя эту ответственность. Ну, как, блядь, я возьму ее на себя, скажу, блядь, ну, скажу, ну, ладно, брат, лечись, все. Но, к сожалению, в моем случае большинстве из вас то же самое, потому что вы не поедете каждому человеку разбираться. Ну, брат, ну, тебе тяжело, понимаешь? А ты можешь отрекламировать, блядь, Принглс ебаный, а у чела язва появится, и ты же не поешь его и язву ему лечить. Ну, да. Да, тоже самое. В этом вся хуйня. То есть, типа, каждый человек, который какой-либо товар, какой-либо товар, я не знаю, не, я не согласен. Это пример не самый, мне кажется, правильный. Он всегда несет сам ответственность. Понимаешь? Вот со шкудишками, например, пример, как было время, год, блядь, был, нахуй, всем поставляли эти шкудишки, люди стримерно столько ебанулись, потому что нет, сука, денег купить, а шкудишку эту ебаную, блядь. Я, короче... И вот так курить, вот так курить. Ребята, я против рекламы GTA серверов, потому что люди должны жизнь ощупать, травку потрогать на улице, блядь. Живите в жизни, блядь, сука. Слава богу, потрогать и не попробовать. Да, да, да. Там уже как пойдет. Бля, ну, да. Да нет, бля, реально, а чего у нас вся реклама, говно? А этот, вон, он, дима ликс по факту. Вот, например, вольт, вольт взять, знаешь, тоже пиздец, типа. Вот я человек, который был ебануто зависим от энергетиков. Ебануто, нахуй. Блядь, так Дмитрий Икс получается... И для меня... Не, чтобы понимали, чтобы понимали. Нет, не-не-не, он не делает ничего плохого. Он не делает ничего плохого, но... Подождите, дай я скажу, дай я скажу. Это даже не сильный вкид, это моя слабость. Я тебя в этом даже, ну, никак на тебя не пижу. Каждый раз, я когда просыпался днем, я такой думаю, бля, ладно, не буду пить энергетик. Захожу к Диман на стрим, каждый день я захожу к Диман на стрим и вижу этот вольт. Бля, и рофлы про вольт. В рофлы по энергетику, что кому-то не доставили энергетик. И у меня голова энергетика, энергетика, энергетика. Я иду и пью. Вот я серьезно говорю. Это я слабый, это я слабый. Но все же. Да, мы там весь и прикол. Понимаешь, получается, на банке написано дневная норма. Никто не заставляет никогда пить больше. Так же, как и, блядь, с какими-то продуктами. Знаешь, я вот, допустим, мне сейчас привезли шоколадки мистера Биста, и там написано дневная порция норма. Ты думаешь, я ем дневную норму, блядь, шоколадки? Ну, знаю, как ты ешь, блядь. Я ем, блядь, три шоколадки в день ебучего Биста гандона, блядь. В этом весь пикол. Понимаешь? И это проблема уже человека, то, что он не может нормализовать какие-то вещи. Энергетик реально хороший источник кофеина. То есть, если ты хочешь подриться, все. Но, к сожалению, блядь, так сказать, просто потому, что условно, что учеными доказано, что боль, боль, типа, три чашки кофе в день уменьшают риск появления Альцгеймера, допустим. Почему это плохо, кофе? Это где ты сейчас вычитал такое? Можешь загуглить и узнать. Это вообще ебанутый. Он все знает, да? Я ему всегда болезни какие-то пишу, он мне всегда пишет. Да не переживай, это все нормально. Не парься, ученые сказали, что Альцгеймера не будет. Реально? Нет, в смысле? Ты можешь? Не, он не шутит, если что. Прогугли, прогугли. Я сейчас сделаю. Посмотрите по связь между появлением болезни Альцгеймера и кофе. Прикинь, они это вкинули просто. Как они связали это с кофе, вопрос, конечно. Интересно. Эта вода газированная тоже, блядь, нихуя себе. Хорошо, а давайте, а давайте, пожалуйста, смотрите, смотрите. А давайте так вот. Вода газированная, у нее очень много полезных свойств, брат. Мы на теме рекламы. Эксперименты проводившиеся на лабораторных животных доказали, что кофеин может являться на лабораторных животных, короче. Но я тебе больше скажу, ты в курсе то, что любые препараты, которые ты используешь, все на животных тестируются. Тестируются на животных. Первое, что ты вводишь, это исследователи показали, что кофе уменьшает риск болезни Альцгеймера и других форм деменции. Нет, не работает. Хорошо, вот. Не работает. У нас примерно. Вот хорошо, смотри, я сейчас пью кофе каждый день. Если я в 40 лет начну болеть Альцгеймером, я позвоню и скажу, бустер, ты был неправ. Уменьшает риск. Блядь! Так это даже не доебаться тогда. Хорошо, ребят, если вы дрочите каждый день, вы будете жить 100 лет. А я тебе больше скажу, если ты периодически дрочишь, на самом деле, у воздержания тоже нет только сугубо позитивных каких-то действий. Ты должен дрочить, так же, как и женщина должна дрочить. И доктор, блядь, какой. А ты начинаешь уже злоиться? Это в гугле, ребят. Ты должен дрочить. Ты должен дрочить. И женщина должна дрочить, брат, потому что это уменьшает риск. Сердечно-существе заполевали у женщины. А земля плоская. Ой, нервного срыва. Блядь, вот это в лед от Димы, нахуй. Нет. Нет, я реально говорю факты. Всегда на каждую тему есть куча людей, кто тебе объяснит, почему это надо, и куча людей, кто тебе объяснит, почему это не надо. Он мне просто сказал, что куча это сугубо зло. Но потом тебе скажет, аргументов. Бля, это знаете, самый из охуенный пример, это то, когда ты пишешь, как заниматься в зале. И там начинается пиздец. Там нет общего мнения. Там нет. Одни читинг, другие правильные то, 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 то. И они все между другом спорят. Все синтоловые, вот такие нахуй. И перед друг другом спорят. Что в зале в целом хуёво заниматься. Согласен. Ну да, тренажерка. Тренажерка, да, она такая. Нет ничего лучше, чем просто функциональные нагрузки. Ты понимаешь, ты когда, если ты начинаешь заниматься с весами, у тебя сердце гипертрофируется. Весах у меня согласен. Короче. И что, я умру? У меня недавно мысль такая была. Нет позитивного свойства. Смотрите, мысль такая была, что, ну очень же часто мы спрашиваем совета, там, например, кто-то хочет подстричься, там, да, ну, девушки чаще, без разницы. И ты спрашиваешь, посоветуй хорошего парикмахера. Вот. И я так думал, что сколько всего парикмахера взять, и каждому же может кто-то посоветовать. То есть, получается, каждый хороший. Ну да. Потому что люди в целом выбирают услуги именно на основе чужого мнения. Ну вы поняли идею, типа, идея, идея, что каждого человека может что-то посоветовать. Все очень любят рекомендации, да, это факт. Ты такой, пойду к проверенному мастеру. Факт, факт. Типа касательно, а, извини, да, ребят. А, не, суть какая, например, как я для себя, почему я пью энергетик, да, я его пью только тогда, когда мне нужно взбодриться, только в таких случаях. Я никогда не беру просто вот пить, потому что вкусно или еще что-то, да. То есть, энергетик для меня это продукт, который позволяет мне там добиться определенного там состояния. Например, я вообще выбитый. Ты просто кофейный используешь. Да. Да, потому что у тебя ранние стримы, наверное, из-за этого, да? Ну, иногда я не высыпаюсь, например, я понимаю, что мне нужно взбодриться, а энергетик как раз там на 2-3 часа меня взбодрит. Вкусный, вкусный источник кофеина, все. Да, 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 это просто источник кофеина, понимаешь? Да, который тебя бодрит, то есть ты как бы начинаешь, ну, ты бодришься. Только поэтому. Я не пью его, потому что это как вот газировка, да, например. То есть я только исключительно... Диван ТЗ читаю. Хорошо. Нет, это не ТЗ, это ТЗ. Ну, а какая, а какая вот реклама для вас реально норм? Вот типа, вот какая реклама для вас была бы, чтобы вы такой, ебать кайф. Тут у меня прям кайф. Бля, это я не знаю. Я тебе найду, ты сейчас любую рекламу назовешь, я тебе назову любой рекламой какой-то, значит, негативный подтекст. да. Ты можешь даже сказать благотворительный фонд, а я тебе скажу, что через него бабки отмывают. да. Мы же говорили как раз про это только что. Такого нет. Нет, так ребят, я говорю для вас, типа для вас, вот какой, чтобы вы хотели рекламить. Любая реклама, да, которая, не знаю, как ее назвать, можно белый условно, да. Но по факту, например, вот у Славы, да, вариант. Например, свой бренд рекламить. Это же максимально приятно. Нет, зашквар полный. Смотрите, реклама каких-то, ну, училищ, вот это, блядь, учись в интернете вся хуйня, тыры-пыры, вот это, ты имеешь в виду? Ну, типа, там, сдай английский, стань программистом, там, не ебаться диплом. Я бы объясню, я бы взял такую рекламу только тогда, если бы я ее сам прошел, например, если бы я знал, что там действительно нормально учат, если касается инфокурсов что-то. То есть я бы не стал рекламить просто инфокурс. чтобы поймали, Диман, блядь, нашел ебаного какого-то инфо-цыгана, блядь, в интернете начал по его курсам учиться, говорит, брат, да он, это не инфо-цыган, блядь, он инвестор, Да какой, блядь, не слушайте, бустера. Нихуя, я не трилай лазил. Какой инфо-бизнесмен? Давай. Да. Расскажи, почему это не инфо-цыган? В смысле, почему я не занимаюсь инфо-бизнесом? Подожди, тебе реально пришел чел, который начал селать? Да нет, да нет, смотри, я рассказываю, я рассказываю просто, что я раньше работал в банке, да, и ходил на курсы, ну я продавал, продавал кредитные продукты, всякие, как муха бился, эти, курсы по продажам, переговорам и так далее, поскольку у меня переговоры были там с высшим звеном компании, там директорами и так далее, вот, и этот чел, у него очень большая, большая экспертность в этом, и он, помимо того, что он преподает эти курсы, он сам в этом работал, и много лет, как бы, Брат, ты бы сразу видел курс, где человек заявляет, что он в этом не работал. Нет, так он делал это, и то, что он преподает, работает. это классика, Делаю курс по криптовалюте, но я, честно, не ебу, но ты по его курсу можешь достигнуть успеха? Я ху его знаю. Блядь, Дим, знаешь, как это очень интересно еще работает, то есть, много людей купил, как тебе заплатили, сука, хотя бы один из них, что, у него что-то получится, и этот чел говорит, вот, это я его поднял. Вот, смотри, это не по-цыганству, правда. Вот, ну смотри, блин, как вам объяснить? Бля, я честно, бля, ребят, мне так не нравится этот термин, я не знаю, типа, вы его используете, блядь, я вообще его не использую, потому что, ебать, меня прям колет этот термин. Ты не любишь слово цыгане? Нет, я не люблю, когда-то говорят. Я тебе просто честно, брат, скажу, ты же, вот, знаешь, я долго обдумал, типа, какой курс для меня может быть, типа, ну, который, можно сказать, это нормальный курс курса человека, который реально что-то достиг, типа, значит, семья, условно, курс по борьбе от Хабиба, ебать, если он запустит курс, блядь, я такой, ну, это можно купить, и нахуй. Да. Вот, да, да, это можно купить. Ты говоришь, бля, про пердушу, ебать, а я тебе классно, а я говорю, считай, смотри, смотри, а я говорю про Хабиба в области продаж, понимаешь, для меня, ты понимаешь, что такое Хабиб в своей сфере, вообще? Я Хабиб от мира доты. Это как симпл выпустить, например, какие-то видосы по ксу, понимаешь? Вадь, так и в этой сфере его знают. Я Тору, например, начнет учить играть на керри. А кто, а кто ходил на курсы продаж, там, не знаю, банковских продуктов, например? Никто. Каких банковских продуктов? Это узкая тема, у меня бабушка делала банковские продукты. Я никуда не ходил. Не, ну, ну, хорошо, вы согласны? Вы согласны, что навыку можно научиться какому-то продаже? Это навык. Как ты можешь научиться? что-то это можно узнать. По-любому. А как ты можешь научиться? YouTube. Можно, 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 но быстрее будет пойти к человеку, который это умеет делать, и ты понимаешь, что ты научишься, да? Можно найти тех, кто тебя не научит, можно найти хуёвый курс. Мне повезло просто, для себя я нашёл тот курс, который меня научил и увеличил мою статистику продажи. Ну, я сейчас уже не вспомнил, тысяч двадцать, наверное, тогда курс стоил. Ну, это онлайн курс, это не онлайн директ, ребят. Ты же на бирже в минусе, бро. Ну, кстати говоря, если так подумать, Дима немного, Дима в одной... Я тоже могу отчасти согласиться. У нас просто, знаешь, вообще в целом, типа, в России, там, ну, в СНГ относится так, что покупать знания, это странно. На самом деле, допустим, в Америке, почему? Более к этому спокойно относится. Ну, курсы и так далее. Просто надо понимать, что покупать. Ещё есть один критерий, ребят, ещё есть один сильный критерий, очень, какому количеству, ну, для меня этот критерий, я не знаю, как он в целом, типа, сколько людей вместе с тобой проходит обучение. Потому что, например... А я с Шабудинов, блядь, сколько с ним проходило, миллионов, блядь. Ну, где Аяс? Ну, такой этот Аяс. Уже не важно там. Вот, вот именно. Я про это и говорю. То есть, я считаю, что если ты хочешь что-то научиться, то это должно быть ограниченное количество, там, ну, не знаю, людей до 20 человек, образно говоря. Пример могу провести. Я ходил на курсы актёрского мастерства. Хуёво не помогло, согласен. У меня и группа была... Да, да нихуя, пиздец, как помогло, блядь. Я считаю, что ты пиздец, как спрогрессировал, нахуй, если честно. Группа была 30 человек, 30 человек. Пиздец. Чтобы нормальные были занятия в этой группе, их должно было было 10-15. 30 человек, это мы один раз что-то, нам, короче, преподаватель, только один раз нам что-то делал комментарий. Паре. И дальше к другим переходил. И ты за одно занятие один раз получал комментарий от преподавателя. Всё, понимаешь, это мало. Ну да, тогда это не то. Тогда плати больше, брат. Вон, чел пишет в чате, чел пишет в чате. Покупал курс у Суба по рекламе, в итоге, нахуя, тупо кинул бабки. Ааа, тебя, аааа. Так, блин, ну вот, вот, тип, тип кинул бабки. На всех, всех на бабки кинул, чел пишет. А сколько стоил курс Суба? Бля, а я задумался сейчас, ебать, это ж сколько бабок может принести. Ребят, вот именно из-за таких курсов, возможно, да, или из-за таких челов, которые так делают, вот получается, потом отношение к другим курсам. Вадер, сделаем курсы по стримингу. Ча, он имеет полное право сделать курсы по стримингу. Дим, Самое важное в курсе по стримингу. Самое важное. Экспертность преподавателя, я считаю, и практика, практика. Я считаю, что да, практика. Ну, это мое мнение. что самое важное в любом курсе, в любом учении? Отменяем дивана. Самое важное это база. Вообще, любой, любой деятельности самая важная база. База 50 дней бы. Потому что, если ты не знаешь каких-то самых основ, инструментария, рынок ценных бумаг, который все работает, ты не сможешь дальше построить вот эту пирамиду знаний. И проблема в том, что большинство инфо-цыган, они свое мнение основывают на чужом мнении. То есть, бывает такая ситуация, что чуваки что-то узнали, но у них база говно ебучая. То есть, музыкант, кстати, такая часто хуня. То есть, допустим, например, я. Я самоучка на многих инструментах, там, типа, на фоно, на гитаре. Но я самоучка. И поэтому, если чувак, который умеет... Можешь резко нам фоно сейчас дать маленько? Я могу просто пернуть. Вот. Если человек увидит меня, как я держу гитару, он скажет, бля, ты делаешь неправильно. Потому что у меня просто постановка рук максимально неправильная. С ценными бумагами то же самое. Ты можешь смотришь не на те позиции, ты можешь неправильно распределять проценты, ты неправильно смотришь, как вообще работают понятия, где продавать, не продавать. Короче, очень много нюансов. И как раз таки инфо-цыганы это пропускают. Они говорят про самое важное. Типа, ты заработаешь миллиарды, мужик, думай об этом, блядь, главное думай о деньгах, тогда станешь крутым. Но это же так не работает, тебе нужны знания основные. Я тут с тобой немножко поспорю, но не в плане, я согласен, да, мы опять-таки инфобизнесмены, про которых ты говоришь, да, я согласен. Но зачастую вот эти все курсы, которых миллион сейчас, они как раз таки дают базу, какую они берут определение с интернета, да, вот там, читайте, я недавно смотрел обзор там курса одной девушки, женщины уже, да, где там, как стать, ну, не знаю, видимо, она обучала, как стать, несколько профессий там осваивали, да, вот, и там было определение в курсе, да, налоги, это такое-то там, да, определение, просто определение, вам нужно будет платить налоги, тро-ля, вот курс был в таком формате, образно говоря, да, типа, это база. Честно, иногда я тебя ничего не понимаю, это я тупой, или как-то Дима рассказывает странное, я не понимаю, как-то проще, короче, говорили, проще, 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 да, даже мы тупые. Ну, ребят, вы просто не доходили курс от НПЦ, берется просто база, берется просто база и дается, выдается, как за курс, например, не знаю, курс по налогам, все, давай, на чем мы там остановились, про твены говорили. Про итогу, да реклама для Твича идеальная, по итогу. Ну, получается, только для тебя может быть идеальная реклама. Я думаю, я могу сказать, я могу сказать, идеальная реклама, это та, которую ты сам пользуешься. Ребят, идеальная реклама, это та, которая у меня в описании на канале. Вот, идеальная реклама, бля, бля, ну, вообще, кстати, Дим, ты охуенно сказал. Или ты считаешь, это может быть полезно своим подписчикам, например. Хорошо, Дим, а как, вот скажи мне, ты как мастер, ты как мастер, как переубедить подписчика, вот реально, если у тебя хорошая вещь, хорошая вещь, как объяснить подписчику, что это не купленное твое мнение, это реально хорошая вещь. Ни как. Ну, вам не кажется? Ладно, слушай, мне кажется, Берку из Волкос Уолл-стрит. ластовое такое. Не, интересно, на самом деле. Бро, это мы как играем в The Finals. Вот, ребят, я реально без ровцев, вот я сейчас играю в игру, которую я бы, я бы хотел бы, чтобы мне хоть что-то бесплатно дали. Это за которые тебе заплатили миллион, что ли? Мне все пишут, Вать, сколько заплатили, что ты играешь в игру. Я даже и стримить боюсь, чтобы там все комментарии были. Брат, чем больше ты будешь говорить о том, что тебе не платили, о том, что это шикарный товар, тем больше я буду думать, что ты его рекламируешь. Вот, вот здесь, похуй. Вот здесь соглашусь по поводу игр, да, в игры, которые ты рекламируешь, не всегда ты играешь, и не всегда тебе они там могут мега нравиться, но игры, в моем понимании, это ничего плохого нет. И кому-то может понравиться, чел залетит, будет играть. Плюс бабки платят за рекламу. А там донат, дебан, а вы все бабки оставите и будете писать. Но Raid Shadow Legends, я считаю... Смотрите, я рекламил последнюю игру, я туда пиздец бабок задонил. Мне... Ребят, ребят, я честно, я честно скажу, я считаю, что Raid Shadow Legends и подобные игры именно такие, это говно ебаное. Брат, не в плане игры, не в плане игры самой, а в плане того навязчивого доната, который там есть. Ребят, когда первый раз в Raid Shadow Legends зашел, я туда залил, без шуток, ну где-то примерно полтора миллиона рублей, плюс-минус. Стойка! Ебать, да у меня проблемы с играми везде. Я вам скажу, я не мог пропустить, не каждый вот этот, мне пишут, минус 300 тысяч процентов, нахуй, ты просто, бля, по скидке, нахуй, ты мы тебе сейчас сосем, и ты вот пытаешься, ты убираешь, 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 тебе просто предлагают, у меня в моменте было где-то, ну 10 или 12 оповещений, скидок, вот именно на экране, вот так вот, поняли было, брат? Ну типа, я считаю, что такие игры, это просто говнище ебаный, и вот такие игры в рекламе, это тоже скам ебаный. Ну знаешь, что прикол, вот у меня один в один такая же ситуация, я отрекламировал Raid Shadow Legends, потом без стрима решил зайти, ебать, зашел на полгодика, нахуй, хуй, вот ты еще денег вложил, ну я, я тебе так скажу, брат, я ебать кайфовал, я не жалю эти деньги, это как с кайзиком, как с геймингом, я не жалею эти деньги, я просто считаю, что такие игры говно ебаные. Мне было весело, игра меня заебала, я перестал с ней играть, если ты, да, получаешь удовольствие, поэтому есть Dota, идеальная игра. Я в Dota играю, в Dota ничего не надо донатить. Да какая, так это тебе что дает? Что ничего не дает? Тебе ничего не дает, тебе просто визуальный эффект, а в Ration All Legends ты можешь просто, ну ты можешь все покупать, все эти кристаллы, персонажи, не, я ненавижу Pay to Win, потому что я все деньги в ебаную там. Я вообще тебя послушал, ты получается вообще, любая реклама вылезает, и ты это покупаешь. Я, да, я идиот. Брат, брат, а может у тебя есть определенные проблемы? У меня проблемы, блять, я тебе за... Я в FIFA сыграл 28 игр, туда тоже ляма полтора закинул. Ты ебанутый, 28 игр, ты понимаешь? Я даже не играл, и то это кто-то сыграл, нахуй. Брат, я тебе больше скажу, я, я тебе скажу так, я играл несколько лет? Ты эти паки собирал, помнишь, что ты тысяча лет? Так я паки собирал, никогда не играл. У меня в моменте 30 миллионов монет стоила команда, я ни разу не сыграл. У меня есть, этот, Айдарс, который делал ролики, футболисту, я забыл, как его зовут, сука, с головы вылетел. Короче, Аклбек? Не-не-не-не-не, ну может я акулу делал. Я ему скидывал паки, он мне всегда говорил, что-то улучшаю, 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 я так и ни разу не сыграл своей командой. Просто ни разу не сыграл. В FIFA это топ-одина игра, в которую ты играешь, ну дохуя вкидываешь, потом не играешь. Ну может быть. Может тебе нравится просто чувство... Да, прикиньте, он столько времени донатил туда и ни разу не сыграл своей командой. Это неадекватно. Мне кажется, тебе нравится чувство, что ты можешь это все купить, ты все покупаешь. Да не, это не в этом чувство богатый. Да, да, да. Не-не-не-не, все, все купил. Не-не-не, это не так, мне кажется, работает. Смотрите, я богатый, смотрите, 20 матчей в FIFA сыграл. Так Файнласси мало-то можешь закинуть. Ну пока, да. Я тоже все купил. Так там, не, там вообще шкопейки. Я в Файнлассе тоже все купил, но я больше играть не буду вообще. Почему? Почему ты не будешь играть, Слав? Я что-то не вкатил, брат, хуй знает. Ты просто без нас играл. Да. Слав, да, тебе нужно с нами играть. Реально, тебе вкатят охуенно. Хорошо. Ну а, вытягивает казик. Вот как так работает? Получается, я не азартный? Я вообще не азартный? Да, не азартный. Мне в падлу ставить денег. Тогда что это? Я больной? Нет, просто почему-то. Тебе нравится покупать, пользоваться преимуществом в играх. ребят, смотри, вот хорошо, есть, например, адекватные преимущества в играх. Ну смотри, хорошо, вот я, например, не могу себе объяснить, когда я доначу, например, выдали игры. Вот я вообще не могу себе объяснить. Я не могу не задоначить, не могу. Вот как выдали игры, вот как? Это просто привычка, чему у тебя нет зависимости от казика, брат. Может, потому что ты знаешь, что с него нельзя, ну типа заработать, и там доната гораздо меньше. Нет, ты же понимаешь, что ты ничего с этого не заработаешь. Нет, нет, почему? Я бы ебашил. А где я? А как я в мобильной игре? А как я в мобильной игре был бы? Может, это из детства несется как-то? Короче, мне кажется, ты просто донатишь в игры, из детства несется, получить самое лучшее там, и либо иметь какое-то превосходство перед другими, чтобы смотрели, чтобы такие, а, смотрите, какой я крутой, у меня есть розовые бутсы. Ты же понимаешь, что ты не можешь заработать в казино? Может, может, это то, что я не умею проигрывать, просто у меня была такая игра, я играл в игру, только я один раз проиграл, я туда так тысячу, так 50, бум, и такой, бам! Всех ебут. Это может быть причины, или скидну, да. Это коин-план был, что ли, блядь? это какая-то была с характеристиками игра. Все, я больной? Знаешь, вот ты покупаешь скины, ты покажешь какую-то хуйню, это все видят, ты можешь этим выебываться, с этим эмоциями, в танцы, типа, и так далее. Это прикольно, это красиво для глаза, и это дешевле. В казино, ты же реально понимаешь, что ты не можешь ничего заработать в казике. Не можешь, заработать не можешь, только можешь выиграть разово. Ты можешь, ты всегда будешь в минусе. На дистанции, да. Поэтому, как можно быть зависимым от того, что полная хуйня заведомо? Легко. Вообще легко. Ну ты же не можешь в этом выиграть, блядь, я поэтому вообще не понимаю. может быть, может быть такое. Не, ну нихуя себе. Все хотят отыграться. Не, брат, у меня был момент, у меня был момент с казиком, когда, короче, я пришел на кик, мне взяли первые 10 стримов, и я все эти 10 стримов был в минусе на стриме. И мне, я только оффл стрим, я объясню тебе сейчас. Да, я не со своих денег в минусе, я в минусе с рекламных денег. Но при этом я оффл стрим, и мне казалось, что я должен отыграться всегда. Хотя я понимал, что как бы я, ну как будто это ненормально. Да, я там, например, с 20 тысяч долларов, у меня получилось там 12, я после стрима такой думаю, блядь, мне надо отыграться. Ну, а как? Я, я, я когда попробовал поиграть в казик, я поиграл, я, знаешь, я, у меня, знаешь, вот это первые разы, я такой думал, блядь, сейчас я выиграю 100%, депаю, въебал, дадепаю, въебал, дадепаю, самая остальная причина. Это полная хуйня. Да, конечно. Это, это просто говно, это, это реально, это просто прикольно, классные картинки, классная музыка, ну, охуенный источник дофамин, но это хуйня, на этом нельзя заработать денег. Главная причина лудомании, это, наверное, все хотят отыграться постоянно, да и в ставках тоже так. Мне страшно, у меня были моменты, когда, когда я ловил вот эти моменты, ты не можешь отыграться, но у тебя появляется это чувство. Я первый раз, когда я его испытал, ебануто было страшно, когда ты такой, ты проиграл две тысячи долларов, там такой, знаешь, типа вроде такой, да похуй типа блять, я такой думаю, ладно, не, нихуя, я две тысячи закинул еще, потом еще две, потом пять, потом десять, потом такой, ебать, сколько мне надо отыграться. Вот на моих глазах, вот на моих глазах, ребят, на моих глазах я помню в моменте, когда вот мы с Костей были, плохим парнем, в этом, как его, в Турции, помнишь, Артур, как было это так? Да, да, вот так просто, ребят, минута нахуй, и нет 300, 350 тысяч долларов. Брат, все полная хуйня. Это как игра, без сохранения, ты каждый раз заново начинаешь, там нельзя. Просто людям надо понять, понимаешь, что это полное говно. Нет, бро, бывают случаи, когда типы, ну, кому везет, просто везет. В смысле, а мне нравилось? 50 рублей, и чел выигрывает 20 миллионов. Что значит говно? А мне нравилось, мне хотелось крутить. Злой, он после этого зайдет еще раз. Конечно, конечно зайдет. И он по итогу останется в минусе. Тогда, на постоянке, я считаю, что в казике может выиграть только тот человек, который зайдет, с первого раза выиграет и больше никогда не зайдет. Я тоже так считаю. Так и есть. На дистанции ты сюда будешь в минусе. В казике может выиграть человек тот, который никогда не зайдет в казик. Казик может выиграть владелец казика. Это тоже. Это золотые слова. не 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 но подожди смотри есть люди которые смотри 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 с чем например вот он получил он выиграл где-то там на придать 5000 рублей где-то в розыгрыше он эти бабки прокрутил ему выпало 100 он вывел все башняка не зайдет понимаешь вот такой человек уже может уже выиграл по факту если брок ебать зацепил требабки что он никогда не зайдет казик так я тебе говорю это единственная возможность это единственная возможность Появляется желание, типа, а может, второй раз повезет? А может, и второй, и третий? Ребят, я вам не говорю про это. Я говорю, что это единственный факт того, что если он выиграет, но как будто, как будто в казике страшно в первый раз выиграть. Лучше проиграть, как будто. Не-не-не, почему? Не-не-не, как будто ты проиграл, ты первый раз проиграл, и как будто ты такой, ты сразу на негативе. А когда ты выиграл огромные бабки, ты такой, типа, бля, я же выиграл один раз. Да вот реально самая пиздатость выигрышная тогда, когда ты в него не зайдешь вообще в казино. Вот это самый лучший расклад, при котором ты уже реально выиграл, блядь. Для этого тебе интернет не должен быть. Да почему, брат, в смысле? Я вообще никогда в жизни, блядь, не захотел. Я вот, знаешь, я не знаю, к тысячу раз смотрел серию... Но монетки, монетки ты в детстве не кидал? В аппарат монетки не кидал? Вот эти? Ребят. У вас не было такого казино, где там по 50 копеек, пока? Никогда не играл? У меня было. Мы играли. А ты откуда стинт? Я с Иванова. Не, у нас не было такого, я не знаю, в Москве не было. Если бы не было LCD-экранов и всяких экранов, мы бы не могли это видеть, играть. Понимаете? Да, Дим, ебать, это пиздец. Это все, сука, Стив Джобс, блядь. Так и знал. Стив Джобс, вот урод. Подождите, смотрите. Так получается, смотрите, я, получается, гандон, когда я стримлю казик. Полный гандон. Но, смотрите, вот у меня недавно было 2-3 недели, когда я стримил кейсы в КС. Каждый ебаный день. Ребята, я не представляю, сколько людей в этот момент открыли кейсы. Я, получается, тоже гандон. Брат, я зашел. Ну, смотря, что ты в слово гандон вкладываешь, понимаешь? Ну, блядь, я, получается, делаю хуёво людям. Ну, ты, ты, в принципе, равносильную хуйню делаешь. Что там, что там, ты никогда не можешь выиграть и оказаться в плюсе, блядь. Вообще, полная хуйня. Знаешь, на самом деле, если так подумать, ты ебать находка для владельца рулетки или казино. Ты вообще лох, ты мамонт прям. Не, потому что ты же реально болен, ты лудоман, ты кайфуешь от этого. Ты говоришь, ты получаешь адреналин, ты такой ебаный. Ну, все, что связано со скинами, я больной на голову, серьезно. Которая сейчас хуевую тучу бабок, знаешь, настолько тупая. Лучше реально дать на год деньги лексу ебать, чтобы он постарался их приумножить. Да не, не, ну тоже не, не. Тоже хуёвый. Мир, сулев. Лучше, лучше, ты, блин, ну это полный пиздос. Лексу, блядь. Знаешь, я каждый раз, я каждый раз, я открываю кейсы, я такой, я хочу сегодня, типа, выкинуть деньги на стриме. Просто вот высадить, взять, значит, типа, что я открою кейсы, либо открою окно и выкину эти деньги. Вот одинаково, блядь. Только, знаешь, так я хотя бы постремлю, у меня контент есть, а так, типа, одно и то же. Бро, у меня и бывает такое, что вне стрима сижу, на балике бабки осталось пятерку. И вот эта пятерка под 100 долларов вот так уходит за секунду. И потом такие сижу и думаю, нахуя? Я бы Равшана отдал, Бавария в плей-офф прошла, есть шансы. Поздравляю. Все, да. Вы реально думаете, что Бавария пройдет плей-офф в этой Лиге Чемпионов? А, в смысле, не в Лиге Чемпионов, в полфинал. Подождите, подождите, не начинайте. А за кого болеешь, Синд? Я вообще, ну, с детства или в этой Лиге Чемпионов? Вообще. Вообще за Милан. Ваш, Равшан. Еще со времен какие? Я вообще не понимаю. Зажимаем, зажимаем в углу, зажимаем. Вот я с ним ничего. Вы за Интер болеете? Никогда в жизни. Чтобы вы понимали, короче... А что не так с Интером? Короче, я расскажу, ну, потому что Милан и Интер это, типа, заклятые враги. Понял? И знаете, в чем прикол? У меня, короче, вот у девушки есть сестра, у нее есть парень. И он болеет за Интер. И как-то мы просто сидели вместе, обсуждали футбол. Блядь, мы просто просто-росто такие, блядь. Ну, брат, Милан круче он такой, не Интер круче. Ладно, забейте, это футбольная тема. Блядь, честно сказать... Я ничего не понимаю. Ребят, ребят, честно сказать, я, наверное, ну, настолько странный, я никогда в жизни не видел, как выглядит фанат Интера. Просто, ребят, как... Слушай, брат, просто шофер Интера. Не-не, вот я не знаю, это как, типа... Розочка Интера. Ты плохо был, что я? Да нет, это типа как фанат Джарахова, типа, ну, просто, ну, и как будто не существует. Как выглядит фанат? Брат, поаккуратнее, он полицейский вообще-то. Да нет, я просто никогда такого не видел. Ты за кого болеешь всегда? Там, Реал Мадрид. Ты за кого болеешь? Я за Интер. Че, у меня, блядь, телеханал такой в детстве был, блядь. Вообще, Интер, это охуенный клуб. Вы, по-моему, играли ёбнутые челы, типа, Роналдо, Зубастика и так далее. Ты че, Интер, ёбнутая команда? Я вообще нихуя не понимаю. Главное, не болеть за Реал Мадрид. Остальное все хуйня. А почему за Реал Мадрид нельзя болеть? ВИМ РЕАЛ! Почему, почему, почему? Давай, давай, почему, почему за Реал нельзя болеть? Ну, давай. Потому что две лига чемпионов подарены. Просто так не дарятся никому. А, вот, то есть, то есть, вот, у них сколько там, 12 лиги чемпионов, да? Выигранные или сколько? А вот две последних, они подаренные. Да не, Раф, я не понимаю. Рафшан, ты идешь по улице и навстречусь. Хорошо, вопрос за счет подаренной хуйни. Давай, хорошо. Кто последний должен был получить золотой мяч? Холланд или Месси? Месси. Холланд. Пацаны, а если я сейчас скажу, что футбол хуйня, ебаная. Какой холланд? Футбол такая залупа, я вообще в охуе. Холланд. Бля, ну вообще, если что, мне тоже Роналду больше нравится. Но я не знаю. Типа, как будто их не засравнивать, знаешь, типа, бля. Но, знаете, как я скажу? Мне просто он как будто ближе. У тебя не знаю. Просто ближе. Ребят, Месси это величайший игрок в истории футбола. Это уже не дискуссионный вопрос. Ну просто, с точки зрения статистики, результатов, это не дискуссия даже. Откуда, куда? Андроид или айфон, ребят? Я думал, у нас мужской подкаст, ебаная, что за хуйня? Невозможно оспорить. Андроид или айфон, как решить? Вообще, лучший футболист это Андрей Аршавин, ребят. Не, а Андроид это типа, ну... А у меня фотки с ним есть, бля. Но не берем в счет дешевый Андроид. Не берем в счет. Дорогие Андроиды. Может, нахуй подкаст в футбол менеджер пошлите играть? Не, не надо только не в футбол, блядь. Я их собираюсь, кстати, делать. Это охуенная тема. Дим, я говорю, если мы с тобой зайдем, и, короче, чтоб ты понимал, я с чуваком сидел две недели играл. Я раньше залипал пипец. Это ебнутая тема. Вот, кстати, это жестче Казика. Я никогда не понимал футбол менеджера вообще. Не, охуенная тема. Ты что смотришь матчи, как твоя команда играет? Там еще шутка так горит просто, пиздец. Да, там пиздец. Мужик, я один раз монитор сломал от злости. Реально, у меня, короче, чувак еще был, который нахуй клавиатуру разъебал в конце сезона. Он не смог пройти в Лигу Чемпионов. И он просто сделал клаву, ебашил. Ребят, комментарии из чата. Комментарии из чата. 22 долбоебы бегают за одним мячом. Ну, это не знаю. Факт, факт. Ну, во-первых, 20, получается, долбоебов бегают за мячом. Два же не бегают. Два ждут. Два ждуна. Два дмитрия Ликса, который просто смотрит за происходящим. Нормально. Ладно, забейте на футбол. Футбол тут только. А в последнем матче реально два сану. Гуля, ну да. Футбол это все. А 21 пишет. Почему 21? А красная карточка? Бля, мне честно, пацаны, мне из форта только UFC нравится. И все. Вот это тоже интересно. Не, я вообще не смотрю никогда бои. Бля, я вообще не знаю. Ну, это просто именно субъективно, понял? Мне просто вот нравится UFC-шка. Баскет еще классный. Баскет, мне нравится стиль баскетбола. Их кроссовки, их формы, блядь. Все вот это, блядь, как же все стильно выглядит. У них очень классно сделаны медика вообще в НБА. Просто охуенно. А там все красиво сделано, в принципе. Ну да. У них эти драфты проходят. Не, ребят, если посмотреть зарплаты футболистов, я бы не только за мячиком бегал. Ребята, чтобы вы понимали, вообще в целом Америка вот именно в медиа, в рекламу капец как умеет. Потому что они шарят за это. Да, даже несмотря, допустим, если брать их в какой-то сокер обычный, он намного медийнее и круче смотрится, чем даже наш РПЛ. При условии того, что нас РПЛ там сильнее. Или там украинская премьер-лига вообще без разницы. Намного, ну, она намного слабее, чем эти две лиги. Но смотрится намного круче. Потому что рекламит, умеет рекламить. Ну да. У них бейсбол какой-то. У нас вообще бейсбол. У нас есть бейсбол. Ну кто-нибудь вообще хоть раз видел бейсбол, кто-то ходил на матч бейсбольный или смотрел по телеку наш бейсбол. Блядь, это просто ебаная самая гигиена. Человек, который изменил все, например. Вообще аху-бегиеный фильм. Пиздец, вы же понимаете, что типа, ну, мне не нравится там спорт, я вот люблю за киберспортом следить. Кому-то киберспорт не нравится, тот за спортом, нахуй. Понятно, но я имею в виду массы людей там, например, да. Там сколько, не знаю, там же, ну, сколько людей в Америке? Два. Вот такой вопросик, Иван. Сколько людей в Америке? Там фулл стадионы собираются на хоккей, фулл стадионы на баскетбол, фулл стадионы на бейсбол, фулл стадионы на любой спорт, блядь, там фулл стадионы людей. Вот объясните мне. Интерес людей намного выше к спорту. Я понимаю, любой спорт, любой спорт смогу смотреть, биатлон там люблю, но формулу 1 не могу смотреть, я не понимаю. Формула прям скучноватая, не знаю почему. Да, объясните. А биатлон нравится вам? Биатлон прикольный из комментариев. У нас с формулой. Ребят, честно скажу, не знаю даже, как биатлон выглядит, просто, ну, типа, я, знаете, я откуда-то знаю это слово, типа, биатлон. Ну, типа, норм. А пятиборья кто-то смотрел? Нет, это просто пятиборья, блядь. Какая категория именно? Пятиборья, ребят, пятиборья. Это 5 разных видов спорта. И они типа соревнуются в плавании, бег, прыжки, стрельба. Пам, а есть еще 10-ти борья, прикиньте, один тип должен поднимать в 10 видах спорта быть лучшим. А них просто один борья, блядь. Пятиколя. Один против десятиборья, прикинь. Пятиколя. Это пиздец. И, да даже пятиборья, ты должен уметь идеально владеть пяти видами спорта. Это ж, ну, это ж. А, это все один человек делает? Это все равно, что айронмен. Один человек. Плывет, прыгает, стреляет, бег. Да, Александра Пистолетова надо. Это, срапирка еще, фехтование, ебануться. Прикинь, тупо. Хорошо, как вам спорт? Подожди. Типа, быстрым шагом ходит просто. Быстрый, не, подожди, это хуйня. А, подожди, а вы видели спорт, где стоит пацан с хуем, на него садится девушка и должен ее продержать максимально долго? Я хочу. Не, подожди. Подожди, вы видели хоть кто-то эту хуйню вообще? Типа, он должен вот так держать ее. Такого спорта нету. Такого нету спорта. Есть, 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 посмотри. Я не знаю, как он называется. Дурик проведем по этому спорту. Давай, ты на члене будешь сидеть только если. Да, не, я тебя буду держать. А вначале согласился. Ты сначала сказал да. Не, не, не. Игры Габара, теперь игры на члене. Ну а че? А че? Блядь. А вообще это? Если призовой будет 60 тысяч рублей, то как будто можно. Как будто можно злого взять. Ой, блядь. Нет, 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 нет. Сразу сделаем, возьмем участницу какую-то и она должна угадать там стримера. Бля, мы вообще должны были с хуевой рекламой перейти на хуевый контент. Я хотел вас спросить по поводу того, как вы считаете этот год в плане контента. Разъед, бро, у меня все только охуенно. Типа два вопроса. Типа вот этот год в плане контента и какой вот год для вас был самый запоминающийся? Типа вы такие, типа, блядь. Двадцатый год самый охуенный. Для всех. Просто паспорт. Коронавирус? Еще раз, какой вопрос из атмосферы. Смотри, этот год в плане контента. Ну, то есть, типа, вот вы считаете, что этот год, как он, типа, пошла прогрессия, регрессия, бля, я хуево знаю. Я скажу так. Я думаю, нейтрален этот год. Нейтрален, да. Не, не, он хороший. В сравнении с прошлым годом, это прям охуенный. Очень много всяких. Ну, можно бы найти вообще на Твиче было все, что хочешь. То сиськи, то... Ну, не разик был когда-то на Твиче. Что-то разъебного-то не было. Я думаю, что в следующий год разъебный будет. Ну, а что для тебя разъеб? Не знаю, вот Игры Габара, например. Я реально считаю, что... Ну, подожди, это в этом году было. То есть, ты любишь, когда Чел Джопа засовывает ложь, ты такой, ебать разъеб? Игры Габара не в этом, а не в том году. Я не знаю, я для себя сделал один охуенный стрим. Это вот когда у нас, типа, вот этот с Диларой был, то что со стадионом, все. Для меня это охуенный стрим, вообще прям пиздатый контент, знаешь. Блин, я просто считаю, что классные стримы, они не обязательно должны быть крупные, масштабные. Типа, просто, ну, не знаю, вот какие-то посиделки, общелки, это же охуенно уже. Ну, типа, факт. Свой стадионный стрим, это было заебись. Это было что-то такое, знаешь, типа, новенькое. Я не знаю, ну, как будто этот год нормальный, но почему-то люди считают, что этот год говно. Вот реально, по факту. Да не, по факту, ну, согласитесь, типа. А что вы считаете, этот год заебись был? А вот дохуя людей считала хуйня? Он нормальный, он нормальный, он нормальный. Уже Фортнайт было, для нас, как для фортнайтеров. Уже Фортнайт. Это лучший год моей жизни, вообще, блядь. Твои-то понятно. Ну, типа, пацаны, не знаю, как у вас, но мне этот год пиздец как понравился. Мы в Дубае были, я в Сербии, там дэр, туда-сюда, фигли-мигли, ебать, разъебейшим. Я говорю, это по ощущениям у каждого свое, если так будет. Короче, у меня к вам вопрос. Я сразу скажу от своего лица, что я недолюблю этого человека, но, все-таки не могу не сказать. Вам не кажется, что Мизулина немного спасла твич? Вот это своей хуйней, которую она сотворила, вообще. В плане казика. В плане казика. Смотри, ну, смотри, в моменте был такой пиздец, что ты смотрел казино чуть ли не пять раз в каждый день. Просто вот ты уже настолько много стримеров стримил, что ты такой, типа, бля, ну. И причем это набирало пиздос. Это вы понимаете, смотрите, чтобы весь год... Ничего хорошего в этом точно нет, то, что казино рекламировали, поэтому я согласен. Да, смотри, просто я объясню так. Я считаю, что если бы этого не было, сейчас масштабы казино, вот как, например, я вам, может, расскажу такой прикол. Смотрите. Смотрите, я помню, был момент, когда мы рекламили всякие вот эти кейсы, краши. Когда пошел онлайн вверх, я не помню, может, у Славы какая-то другая ЗП была. Ну, короче, вы понимали, я за краш, когда у меня было 12-13 тысяч онлайн, я получал 8 тысяч. 8 тысяч рублей за один стрим. Мы не знали, сколько должны получать денег. Не знали. И на данный момент я понимаю, сколько получают люди денег из казино, да, например. Я понимаю, сколько сейчас за этот год люди бы зарабатывали на Твиче, и сколько всего пиздеца происходило. Ну, типа, это же был бы ебаный хаос. То есть, ну, там, я не знаю, за стрим можно было иметь там 10 миллионов, мне кажется, просто рублей, просто хуярить, блядь. Ну, Твичу была бы пизда. Просто пизда была бы. Ну, а забанены стримеры. Вот плохой парень, да. Вот плохой парень, да, но... Блин, а чё ж, он стримил казик на Твиче именно после этого всего пиздеца, да? Бля, я даже не помню. Я вот не помню, кстати, тоже. По-моему, нет, брат, не было. Он когда... Пишу, да, пишу, да. Было, да? Да. Мне кажется, он вообще не стримал, когда Мизулина выпустила вот эти приколы. Ну, просто, вот тоже по нему, типа, максимально странно, да, что вот ребят разбанили, типа, его не разбанили. То есть, я не могу там говорить, что он там делает, не делает, типа, но... А что вам запомнилось в этом году? Вот правда, вот что вам запомнилось в этом году? Какие у вас были такие... Что вы можете сказать? Вот тебе говорят, а расскажи про Твич в 23-м году, что ты скажешь первое? Каждый о своей жизни. Брат, очень дохуя чего было, да? Рыбалка, битва тачек. Здесь так много всего было, что... Дохуя чего было. Ну, а, ну что, нет ничего такого, типа... Ну, бро, ну, мне понравилось... Вы слушай, мне понравилось, что с контента понравилось в этом году. Мне понравилось, как пацаны машины там водили, вот Диман с Ренатом, они предоставят. Прикольно, мне понравилось, как мы в Турции, вот мы делали стрим на хате с Ренатом, было очень атмосферно, пиздец, войбово. Это факт, это факт. Братики, вот это кайфик, я испытывал, пиздец. Как мы, помнишь, делали стрим тоже в Турции, как мы ездили, какой-то загородный дом, как ты жуков ебаных каких-то принес, и слетелся в Турции. Бля, брат, а я, я честно скажу, я помню, бля, поправьте меня, если это... Подождите, когда Слава пил алкоголь, это в этом году было? Слава в Турции, да. Бля, ребят, вы помните стрим, когда мы ждали Слава на стрима, мы садили у Злова и пиздели. Это не в этом году было. Не в этом? Да, это было в декабре этого года. Мы все равно упомянем, так сказать. Бля, да ебать, я нахуярился тогда, понял? Брат, ты бы знал, ты бы знал, когда мы тебя ждали, как мы пиздели, бля, это такой был кайф. Это был такой, знаешь, ну, короче, мы стримили РЛ, мы просто пришли к Злому и просто начали пиздеть вот так на камеру, понял? И это был, такое общение было, такое охуенное, я не знаю, у нас, у нас речь как будто складывалась в одну цепочку, по-моему, среди всех. Типа, знаешь, воспоминания, это все, блядь. Я вот понимаю, почему люди любят подкасты, вот реально вот какие-то такие сборы, там, что-то такое, потому что ты такой сидишь, и ты просто вот получаешь всю информацию, и тебе как-то так хорошо. Просто на душе, знаешь, типа вот что-то такое. Да, еще какой-нибудь, не знаю, камин, какой-нибудь звук камина, вот этого, знаешь, где дрова вот так. Очень круто, в этом плане. Не, лучше, когда, наверное, дом горит. Ну, да, если тебе больше нравится. Турики, туриков много было в этом году. Да, турики, пиздец, как много туриков сделали. Вообще, всего дохуя было, на самом деле. Мне кажется, что туриков стало слишком много в плане... Да, много очень. Да, много-много. Как будто перед насыщением. Ребят, а вам не кажется, что все равно турики, которые делают вот организации, они немножко другие? Организации в смысле... Ну, бэтки... Ебать, брат, команда всех трахает, видели сейчас, гонфай вперед, ебать! Братан, да щас смотрю на втором экране! Не, не, бля, буду, брат, ты у кого закрыла без рофлов? Кого? Щас скажу, не знаю, как называется. За что? Вот эти, щас скажу, кто это, блядь, подожди. Да ёб твои, блядь, стой. Злой, ты можешь в любой момент, если что, там, куда тебе? Я кайфую, брат. Я сижу. Стинт? Он же, он не играл просто. Блядь, синт, синт! Синт, синт! Я думаю, что мы закроем вас, кто не пошел. Синк about it. Синк about it. И еще, знаешь, кого закрыли? Кого? Джи-джи Хао. О, это же те самые Джи-джи Хао! Блядь, ебать, ты из детства болеешь! Это, в которых этот играет, помните? Да, вот тот, да! Который с диклом еще бегает, вот так, блядь, блядь, блядь. Вообще, это Иса играет, это Иса. Да, точно Иса, блядь, это вообще ебать. А, блин, а кто еще? А, прикинь, там команды, там команды у четырех человек просто. У четырех человек команда. Бля. Ну вот, Gun5 в этом году появились. Ну, поздравляю, поздравляю. Ты виделся личность, Ямислав? Конечно, брат. Да, конечно. А у них ролик был совместный. Что еще? Ну да, на Твиче, я рад, что меньше Кайсика стало, потому что большинство перестало его стремить. Потому что меньше конкуренции, да? А я, конечно, ебать. А я вот реально, я вот хочу. Я вот хочу похвалить пацанов, типа, стаю, короче, с фриками, когда они делали вот этот последний стрим, бля, это было охуенно. Вот, короче, они делали предыдущий стрим, вы были на УАЗиках таких, короче, были какие-то... На Нивах, на Нивах, на Нивах, бля, честно скажу, мне вообще не зашло. А вот последний стрим вообще охуенно. А я с тобой не согласен, брат. Я хочу поблагодарить слово пацана, ебать, пальто на хумаратика, лоху, один, да, собля. Иролаша, не забудем! Иролаша, не забудем, что в этом году... А все, подожди, а тут все смотрели, да? Кстати, а Иролаша, вопрос. А почему вы шпану вообще не выделяете? Ну, то есть, ребята, на самом деле, в этом году показали, что оказывается, могут быть сюжетные Ирлы, например. А я понял, нет, это еще я показал, брат, до этой хуйни. Ну, по крайней мере, я не помню от себя в таком количестве. Ребята уже свадьбу сделали. Не, я один сделал, и все, потом можно достасывать. Слово пацана, школа. Не, брат, а теперь, кроме этого, ну просто, знаешь, нет никакого негатива к ребятам вообще. То есть, я об этом долго задумался. Просто как будто другой вайб, и все. То есть, я не считаю, что все должны общаться между собой. Вот, то есть, типа, у меня нет никаких претензий, ничего, просто другой вайб. Я вот смотрю, типа, и все. Ну, знаешь, они есть, и мне похуй. Ну, я думаю, так же, как и им, похуй на нас. Это понятно. Это нормально. Это понятно, про другой вайб. Ну, как контейн-мейкер, ты же можешь оценить вклад их, допустим, и ребят? Я думаю, он попили, все рекордные онлайн, но почему-то их вообще никто не учитывает и не говорит о них. Я, типа, не смотрю некоторые стримы наших ребят. Где мне, блядь, взять время еще смотреть шпану, нахуй? Ну, где я должен это видеть, скажи? На главной странице, у них рекордный онлайн, поэтому ты просто их видишь первыми. Это сколько у них рекордный онлайн? Каш в этом году сколько было? 89 тысяч? Ну, это один стрим какой-то. Нет, если честно скажу, я не видел 89 тысяч. Просто даже ни разу не видел. Нет, я тебе честно скажу, вот, знаешь, типа, я говорил... Я вижу, что Каша смотрит 8-10 тысяч человек. Я говорил про Кашу. Мне Каша очень нравился до момента его стримов. То есть до стрима, там, 3-го числа, или вот это когда он с Никоголаем сделал, когда они там сели с флагами, со всем. То есть вся эта тематика... Мне довольно неприятно это все. То есть мне как Каша сам, он мне прикал, он интересный. То есть я его раньше нарезки видел, то есть он мне всегда нравился. В эти моменты, которые... Ну, знаешь, типа, ну, мне странно. Как будто это странно смотреть, когда тебе как-то что-то неприятно. Там какая-то хуйня в чате. Типа это странно смотреть, какую-то свою металку даже дамажить. Мне, например, это не нравится. Я это высказал. А так, ребята, да. Ребята могут делать контент. Они все к друг другу, ну, клеятся, знаешь, крепятся. То есть они, типа, ну, они прикольно что-то могут сделать. Явно они могут завести. Они могут завести это сто процентов. Ну, то есть, понятное дело, что если бы они стакались, например, с нами, то мы бы могли что-то там ебанутое такое, знаете, делать, там что-то веселое. То есть если бы я, например, был бы... Я не считаю... Нельзя это так сказать как в прайме. Ну, можно, наверное, сказать как в прайме. Если бы я был бы, наверное, в своем прайме таком, то, наверное, когда шпана бы... Она бы начала дорождаться. Как только Каша начал залетать, я, наверное, сразу бы его подтянул там на стримы, на какое-то что-то. Ну, наверное, просто не то время. Может я изменился, не знаю почему Вот у меня была ситуация Сейчас, прости Про, связано с Нафаней С Мафаней Нет, с Мафаней, с Мафаней, да То, что он перешел в другую команду Короче, его менеджер Я не знаю менеджер, не менеджер, там говорили, что это он иногда От лица менеджера пишет То есть он общался с моими ребятами из НП И там как общался менеджер или это он сам Я не знаю, но там вообще прикол Типа знаешь, настолько, ну какое-то Уебанское общение, знаешь, он просто материл Обзывал, там говорит, вы уебаны Напишите ему там, мы хотим попасть Сюда, мы хотим попасть сюда, я такой думаю Бля, ну короче, для меня это было максимально странно То есть, ну Меня байтили говорили, приди на стрим, там будет Братишкин, я пишу Братишкину, Братишкин говорит Я никуда не соглашался Такой думаю, ладно, окей Все, ну типа вот такие ситуации были А так как бы типа, ну У меня типа прям Негатива какого-то нет, но вот честно 80 тысяч там я не видел Я видел у него тридцатки Я видел там у него ебанутый онлайн, когда он А, наверное, вот было недавно, да, с Иванзола на хате, да? Это это было, наверное? Нет, еще до этого Бля, просто бедный, бедный, бедный Иванзола, бля Знаешь, из него как будто все соки, бля От него как будто же ничего не осталось Знаешь, он как донорский вот этот тюбик с кровью, бля Знаешь, который вливает нахуй, который пустой, ебать Он же весь тянулся, бля Знаешь, я просто, я когда убил, что ребята с ним контент делают Думаю, ёп твою мать, нахуя вы бля Пьете из источника, который высох, бля, 7 лет назад, бля Видишь, ну все равно, ну все равно, брат Ты же понимаешь, что Иванзола, все равно Он такой человек, если ты его возьмешь Ну ты вот, например, завтра его берешь Я понимаю, я понимаю, но я тебе просто говорю, что он Такая личность, которая все равно притягивает Все людей Не сам именно, а в контакте с кем-то В контакте с кем-то Это не то Это вообще не то Да нет, ну он тоже будет, понимаешь, негативный персонаж, который будет вызывать эмоции Давайте будем просто искренне Иванзола, это человек, ну с определенными особенностями Это очевидно Я думаю, все это понимают Но главная его фишка в том, из этих особенностей он не может скрывать то, что думает Он говорит все как есть И поэтому, заметьте, Иванзола, когда только он появился Это был такой чувак типа Иван Гамаз, дайте я потанцую Потом он начал общаться с ней как Лайм, Света Солар и многими другими И у него неожиданно пошли очень странные высказывания Вы все их помните, я не буду озвучивать их на Twitch по причине того, что Из некоторых из них даже может быть угроза бана И вы такие, блядь, что-то он прям какой-то говнистый слишком И вот в этом плане мне нравится он как пример Потому что мы через этого человека, это как зеркало Мы видим, как выглядит, получается, весь этот лайфстальный кружок изнутри И это охуенно То есть ты, на самом деле, когда ты какие-то высказывания негативные в сторону Иванзола выдаешь По факту ты выдаешь ему всему вот эту лайфстал-кружку тиктокеров И это на самом деле правда, потому что он у них нахватался Ну да Нихуя ты подвел Ганнфай против Джи Ви сейчас играет за выход на Халтуэ Да ну Это где Иса? Не-не-не Это где Иса? Не, это Джи Ви Я хочу сказать, я недавно узнал о ребятах Каких вот Сасавод и Хейлин Они, кстати, довольно веселые Мне они понравились Сасавод? Да, Сасавод и Хейлин, да Они прикольные такие, знаешь, типа Мне понравились, я полайкал некоторые клипы в тиктоке Кто? Хейлин? Хейлин, Хейлин И... Ну, ну просто этот Парень или девушка? Парень, парень Который какал? На балконе Каркал? Не знаю, какал, нет, не знаю Я не настолько знаком Я вот узнал о них вот совсем недавно Совсем недавно Но вот они, они прикольные Да, это Хилми, это Хилми какал, блядь Да, ёб твою мать, ты чё, брат? Ты думал, я скажу, ебать, Хилми, красава, нахуй Я всегда думал, ебать, ты чё? Типа, респект, Хилми, блядь У тебя в стрингах, ебать, просто Блядь, вы видели, как он поносит везде, ебать, я охуел Не, блядь Не, естественно, я даже этого клипа не видел То есть я видел начало, я всегда боялся смотреть до конца Так что не надо даже мне его скидывать, нахуй Там страшная атака, нахуй Не, а так, да Много людей появилось, если честно Дерзкий появился тоже Типа, я видел его клипы Я так хочу за спойлери, знаешь, вот Сука, события года, нахуй Всё, блядь Какое? Блядь, сейчас я напишу состав, сари, брат, на Бебру Так ты же не писал? Диман Не, там ещё пополнение, нахуй Не, был бы я на Бебре Такие руки-базуки Или Иван Золо Не, ну там классный состав на Бебре, да А как тебе вот, Слав Как тебе то, что вот Илюха разъебал на Бебре? Ты не хочешь его ещё раз позвать? Круто, он сам не хочет, брат, я звал, естественно Он говорит, что я типа не могу, брат Я пиздец, кринжую, типа, с музыки Вот эта вся хуйня Но я, ну я, типа, не из тех людей, которые там Бля, я не понимаю, почему Илюха не занимается музыкой Меня это даже бесит, если честно Ну там, видишь, там не совсем Илюха Там стоп бан разъебал Надо было тогда стоп бан называть Нет, ну вообще даже Я вообще даже не понимаю Почему Илюха не занимается музыкой Типа, для меня это, ну, странно Почему сейчас стримеры занимаются музыкой Илюха Дед? Ну, потому что всем не займёшься Брат, потому что ему нравится другая музыка Он ИДМ слушает он же занимался он выпускал эльбома идеям так и что же было прикольно ну у него очень много других заботы человек который старается и стримить и снимать youtube и делать какой-то стримит он не буду размещать вайк смотри не я уже говорю сложность вайк займись музыкой так я никогда не занимался музыка он занимался блять меня песен займись музыкой брат смотри если я был бы музыка это такая вещь это творчество я понял короче просто не лежит да но я не в негативном ключе я знаешь я просто типа просто хочу узнаешь и все и поэтому я говорю а так конечно никакой предъявок нему нет вообще никакой не 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 я просто не знаю для меня илюха и музыка это знаете по одно что такое цель нам и даже крафтере под его треки жестко пиздец было я только про это мы не хочется сейчас ему не хочется все чат а ты мне написал состатый ничего написал не сейчас я не но вот бэбра это реально прикольно вот прям без шуток почему ты не хочешь чтобы я музыкой занялся у меня что же нормально получалось резюка вот да я слышал твои треки и я прям реально не хочу чтоб ты занимался головой то что вот типа я про знаешь я просто я про знаю палагу я иногда задумаюсь бля насколько же нужно любить человека чтоб иметь статус как у палагина и записывать треки блять с вот этим понимаешь бесплатно я пьему в три дорога нахуй продавал вот эту всю тему блять резюка на всех платформах ребят на всех площадках ты мне написал это же выше легенда на самом деле ты же написал этот состав что ты хочешь да это я голосом надо все мне надо идти давай хороший себе работы трудоголик он на смену на смену винтики винтики всем спасибо за внимание все заработаешь понимаете работа до спасибо большое очень приятно очень приятно я на самом деле большой почет большой почет вопрос такой очень даже короткий что у вас с новогодним настроением сейчас уйдет как будто как будто в этом году получше чем вот четыре года вот не было у меня на новогоднее настроение в этом году есть как будто знаешь не знаю почему это чат что у вас новогодним настроением у меня навсегда есть правда ребят после 30 а у меня нету знаешь я понял что каждый человек в состоянии сам его себе создать значит у меня такой нужды нет ты можешь включить музыку можешь нарядить гирлянду сесть подумать попить чайку блять и у тебя значит и почувствовать такой значит просто включи прям часто и открой окошко там снежок лежит ёбанарот на нихуя меня короче короче я вам сейчас могу сказать так понятно блять слушайте короче мне кажется у каждого новый год ассоциируется с конкретными вещами которые вот нравятся конкретно вам например для меня новый год мне вообще похуй на 12 часов мне похуй вот на этот момент когда там не знаю бьют куранты все чокуются ну то есть мне от этого ну для меня это обычная то есть я уже сколько 37 годов до праздновал новый год и для меня это обыденно грубо говоря а вот например следующее утро то есть 1 января утро мне очень нравится вставать рано когда еще все спят выходить на улицу когда еще никого нет а раньше когда была машина я любил ездить на машине когда никого нет на улицах это блин это такой кайф я не знаю вот мне очень нравится что можно выйти и такая тишина с дима ахуенно я помню в 2018 году я вова и лекс просто вот получается часов 5 6 пошли гулять по центру москвы и это было так охуенно к нам бомжи подходили мы с ними общались давали им деньги они такие спасибо брат ну короче у меня новый год с ассоциации с бомжами интересно дима как ты в один годик вот так отмечал в смысле не знаете что у меня знаете что у меня самое классное с новым годом у тебя почему-то понял что у меня нет теперь того момента что 31 и 30 ничего нельзя есть что все на новый год а первым надо все жрать потому что сука все пропадает нахуй на салат блять тебе в пачку ебашит нахуй если ты делаешь этот салат 31 они греческий салат 31 то первого числа он будет древнегреческий да да представил мандарины в холодильнике постоянно есть еда ебать охуенно еще у меня такого нет бутербродики с красной икоркой но мне кажется у многих это то есть это прям классическое это вообще бра красная икорка про черное говорим красная красная кстати я на самом деле сейчас дима со мной пиздец так согласится новый год это капец какой семейный праздник да вот с семьей да да я вот помню до 18-19 вот короче был какой-то период по-моему когда я стал уже подростком до лет в 15-16 я прям кринжевал типа бля тупые родители не понимают моих мемов я сидел такой думаю вот я буду с пацанами тусить бухать и с утра не помнить что вообще происходило и вот где-то после двадцати пяти двадцати четырех я такой блядь во-первых меня это заебало во вторых хватает в этой ламповости знаешь когда все вокруг когда прощу прикол сейчас будет немножко тельта у многие люди теряли своих людей то есть там зачастую я думаю большинства там красавы когда вы бы становились уже подростками ну конечно так выходило прабабушки особенно и естественно да естественно как бы прошлое у нас еще в голове ну как работает мы всегда ностальгируем вспоминаем а голова у нас всегда красивый образ делает и мы вспоминаем когда все живы когда на столе есть еда неважно сколько там может быть два бутерброда но ты уже от этого тогда кайфовал мы праздновали блять без света вообще мы сидели просто вот со свечками и это не совсем к месту очень круто круто рассказывает синтри я просто смотрю на фотку злого когда это рассказывает синтри бля он реально ебать бля в алгарде идеально фотку злого подобрал он прям на тебя смотрит типа вникает идеальный новый год это начать вот с родителями посидеть а потом к друзьям до хата если конечно успели снять хату на новый год а я вот грустную тему сейчас скажу а для меня новый год это вообще не семейный праздник пацана я вот так я скажу одну вещь ералаш и не забудем ебать смотрите вот как бы это грустно не было у меня никогда не было большой семьи я ее видел только всегда где-то то есть у меня по сути да там 13 лет была семья типа я папа мама потом папа ушел и и по факту у меня никогда не было что кто-то собирался мы просто с мамой кушали и все нет 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 этого нет этого нет этого вайба знаешь типа вот вот например сейчас деды умерли без обид не забит без обид как будто убил их типа понял я тебе не про это говорю бабушка да да у меня но у меня новый год не ассоциируется с семейным праздником то есть например смотрите у меня не будет такого даже в этом новом году что я приду там мы с мамой будем сидеть там с лёшей и вот праздновать не будет такого не будет типа но я не как будто это не надо я не знаю как это объяснить это не проблема вот я имею ввиду что у меня нет вот этого вайба типа знаете такого типа что вот чтобы надо собираться на новый год а вот так новый год вот никак никак просто она сама да 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 нас так в семье вать вот чисто ради прикола не обязательно в этом году но следует уже тебе кажется что это не надо просто мамы как это просто следующем году в этом ты вряд ли уже успеешь организую новый год именно семьей это самый ценный человечек и поверь поверь ты спустя время будешь вспоминать эту хуйню и благодарить самого себя что ты это сделал так можно говорить про каждый день я маму вижу очень часто вернутся все в плане контакта память все да но я говорю не ребят просто так как вы говорите про новый год так можно сказать про каждый день я с мамой списываюсь практически каждый день очень часто вижу то есть как бы ну мне в этом плане эти повезло я не знаю у меня почему-то не связан новый год с праздником ребят смотрите короче объясню объясню ебану то охуенное объяснение для вас всех короче смотрите почему у меня нет праздничного настроения ни на один праздник возможно возможно кто-то найдет сейчас возможно у кого-то такая же ситуация было какая-то смотрите когда подходил какой-то какой-то праздник какой-то праздник подходил когда на семья была полная не поймите что мой толстый а полная семья было когда быстр型 к это проект это что у меня отец ней работал он очень сильно любил перед каким-либо праздником поссориться с моей мамой и со мной дабы не покупать подарки и каждый праздник который был у меня не знаю это как в голове, то есть, да, это с детства, наверное, проблема, я не понимаю, как вы испытываете какого-то кайфа с праздником. Просто, ну, не понимаю. Типа, это, по сути, да, можно так, ну, когда паровокусишь, думаешь, ебать, батя гений, да, умом, типа, переиграл. Но теперь, по факту, я не понимаю, что вы испытываете на празднике. Просто не понимаю. Даже у меня день рождения, по сути, вот только последние мои день рождения, которые мне организовывали другие люди, я, типа, такой думаю, бля, ну на день рождения как будто прикольно, да? Ебать, так приятно, тебя все поздравляют, там, какие-то подарки. Ебать слово в очках! Ебать слово. У меня линзы пересохли, я не захотел новое смотреть. Ты еще и нос наделся, вот этот мемный. У тебя нос большой. А что у тебя с носа штапан такой, реально? Вадя, не знаешь? Нет, кажется, наверное, не знаю. Вадя, не знаешь? Сам праздник, Новый год, вообще не в подарках, например, дело у меня. Мне больше всего нравится вот эта атмосфера вначале, когда ты заходишь, тебе мама отправляет за какие-то продуктами, ты ебать. Да, да, готовитесь. Их он домой, дома готовит, пахнет вкусно, что-то наряжает. Вот это движок. У меня, смотрите, у меня... Ребят, у меня семья, семья всегда делилась так. У меня, которая по папиной линии, там всегда делали огромные тазики с салатами, куча курицы, куча пюрешки. А мы с мамой никогда так не делали. У меня были маленькие, маленькие салатики, маленькая там пюрешка, одна курочка, что-то... То есть у нас всегда было все порционно, у нас не было такого, что ты просыпаешься первое число, у тебя весь магазин просто, а не холодильник. У нас никогда такого не было. То есть всегда было все максимально в меру. И я полностью солидарен со своей мамой. Это, ну, типа, для меня это правильно, для меня так и должно быть. Потому что я, типа, так привык. У меня никогда не было такого, что ты открываешь холодильник и ваху, и понимаешь, что у тебя все тухнет, просто лежит. То есть поэтому у меня нет вайба, пошел в магазин, закупил кучу товаров. Нет? Взял одну колбасу, один хлеб, блядь, Вот у тебя будут дети, дай бог. Какой праздник ты им будешь делать в Новый год? Дам деп на казик. Блин. И нормально. Ну, наверное, какой-то да. Такой прям веселый. Да. То есть именно прям... Я буду делать максимально веселый. Ну, то есть... Но это еще все будет зависеть от того, какой человек со мной будет рядом. То есть я про девушку говорю. Ну, твой ребенок. А. Нет, про девушку. Почему? Возможно, вот у меня, например, будет такая девушка, которая будет сама устраивать праздники. Это же охуенно. Такая шутка охуенно пришла в голову сейчас. Какая? Короче, еще есть такой момент, что вот эти все такие, назовем их церемониями, условно говоря, они еще скрепляют семью, как будто совместный Новый год и так далее. То есть это важные праздники. Ну, особенно если дети есть для детей, да. Все самое плохое, просто в этот момент, хочешь не хочешь, предстоит учитываться. У меня было много новых годов, которые... Ну, ты дурачок, что ли. Они там какой-то пиздец происходил. Да даже за полдня до Нового года. Но именно вот когда начинаются вот эти посиделки, как будто все плохое исчезает. Хочешь, может, назвать их новогодней магией. Может, взрослые слишком такие коммуникабельные, такие, давай потом поссоримся. Но реально, вот начинается, получается вот посиделки, все. Только остается новогоднее волшебство. Все. И это волшебно. Я не знаю, у меня просто очень хорошие вспоминания остались с каждого праздника. Вот есть какие-то моменты уже, когда я стал постарше негативные, когда я стал покупать. Но самое-самое раннее, блядь, это спасибо большое родителям за то, что они это организовывали. Фильмы по телеку с утра показывают. Там ты, значит, лежишь, смотришь, там вообще все подряд идет. Один хлеб, один крабик, а остальное на кейс. Праздник. Вы помните охуенный вайб утренника? Просыпаешься 1 января, смотришь под елочку. Бля, какая-то атмосфера волшебная. Знаешь, такая, бля. Я еще любил подарки раньше находить, чтобы еще один дарили. Да, я помню князь. Отец каждый год просил кого-то, но это сейчас я понимаю, мне звонил телефон утром, я просыпался, самым первый убежал к нему, брал трубку, и там типа Дед Мороз, понял? А вы же понимаете, что мой ребенок теперь обречен до 18 лет, что он поделка будет лунуси находить? Я тоже мечтаю завести себе маленьких детей и закрыть их. На Новый год в огромной комнате с подарком. Мне отец всегда говорил, отец говорил всегда, иди ищи женщину с тремя детьми взрослыми сразу. С прицепом, да? Чтобы они могли уже работать сразу. Да, это факт, это тоже новая. Берешь и сразу на работу их нахуй. Это типа как в игре донатить примерно. Ты покупаешь перца уже готового, а не создаешь его, понимаешь? Сразу готовый аккаунт купил. Пацаны, у вас будут какие-то пресеты на воспитание ребенка ебать? У вас есть какие-то паттерны, которые вы хотите использовать? Ну я это пропишу, чтобы на БСК экран выводился, там в КС что пишется. КС что-то там... Хорош, Диман Луч. Я, пожалуй, пойду на этом, блядь. Флешку в жопу засуну. Флешку в жопу засуну, там есть данные. Какую ты жопу, флешку, успокойся ты, сука, блядь. Прописная команда у меня там есть. Хотя бы донгл ебать, луна себе засунь. Бля, да, но как будто все равно реально, вот Слава сказал, в плане праздников, в плане новогоднего настроения, реально как будто надо его самому создавать. Конечно. Он не появляется. Знаешь, знаешь, в чем прикол? Вот, блядь, прикол в том, что когда ты ребеночек, это, знаешь, ты это не замечаешь, но за тебя это делают родители. Украшают дом, все вот это, включают музычку, там тебе, сынок, иди покушай мандаринчиков, блядь, да закрой тебе пиздло свое нахуй, суп, блядь, да говорю. А как ты возрастаешь, брат, к сожалению, вырастаешь, блядь, ну, как и большинстве вопросов, ты должен сам все делать, понимаешь? К сожалению, это так, блядь. Да че ты рвешь, блядь? Да, блядь, я не понимаю, почему мы сейчас заговорили, и мне кажется, что когда ты ждешь ребенка своего, это как открытие кейсов, ждешь, что выпадет, нет? И тебе просто комонка выпадает. Блядь, скигабэн, вот так потом сидишь. Сука, синева нахуй. Галил поношенная сталь нахуй, это не мое нахуй. Подожди, то есть реально может батл с керрит выпасть? Сразу поношенный. На самом деле зависит от кейса. Такой алкоголик просто, блядь, вылазит. Получается, Габэн должен выбрать жену чью-то. Так подожди, подожди, получается всякие кэс-гоураны, это детский дом, да? По этой логике. И потом ждешь и выпадет. Нет, ну походи, так же получается? Габэн должен переспать, живой чьей-то. Ну что ж такое у тебя? Ух, ну Равшан, ты пошел дальше. Да подожди, я раскручиваю дальше, и потом выпадает что-то. Что у тебя выпадает там? Сетка выпадает. Ну что ты? У тебя как будто мозг выпал недавно, ты носили морженый. Что ж ты, не что ж ты. Ёль мое, Равшан, Ребята, я вас осуждаю за вот эту сетку. Я тоже вас всех. А я, заметьте, молчал, отсижился в сторонке, как настоящий мужик, блядь. Он мне чел пишет, что все зависит от кейса и ключа, кстати. Ну, кстати, у меня прям этот, Winter Offensive, отвечаю вам. Так что нормально все. Это, кстати, не очень хорошо. Плохо? Он дешевый? Блядь! Главное, кейс найти, а не купить. А, кейс Браво. Ну, Браво. Не самый лучший, но уже вариант хороший. У вас Браво, ребят, или нет? Ну, блядь. Скажите, во сколько вы узнали, что, извините сейчас, за спойлер, все, что Дед Мороза не существует. Извините за бампер, ёпт. Я не помню, когда узнал, но я помню, что я долго использовал эту информацию. Ты чё, ебанат, блядь? Блядь, Рафшан! Не знаешь! В смысле не существует, бро? Ты не существует. Короче, Рафшан, я узнал это где-то лет в 11, но я дальше эксплуатировал родителей и писал письмо Деда Мороза, чтобы мне дарили два подарка. Блядь, сука, пиздец. И потом однажды, мне вот 15-18 лет, я сажусь, мама говорит, типа, ты долбоёб, ты реально веришь до сих пор Деда Мороза, и я такой, бля, ладно, не верю. И вот с этого момента мне дарили один подарок. Бля, он по сути есть, есть такая должность, просто он не приходил никогда. Это к тебе не приходил. Что значит, по сути, он есть? Ты плохо тебя вел? Он есть, но он же существует, Дед Мороз, по сути. А что ты подразумеваешь под Дедом Морозом? Любой мужик, который надевает его костюмы? есть официальный Дед Мороз. Нет, имеется в виду Дед Мороз, который летает на оленях. Хотя это тоже летает. А какой вам вайб больше нравится, Деда Мороза или Санта-Клауса? Деда Мороза. Деда Мороза. Санта-Клаус как. У него красная, синяя одежда. Санта-Клаус лох, понимаешь? Я тебе просто скажу, сразу задумайся, кто больше из них мужик, блядь. У Санта-Клауса, блядь, куча гномов, блядь, а у Деда Мороза одна снегурочка, нахуй. Единственное, что он меня ассоциирует. Так, нет, так, куча, Дед Мороз, короче, эксплуатирует леса. Так, это внучка его, брат. Он зверей заставляет работать, блядь. Там гринписа хуеет, ты чё? Слова. Снегурочка его внучка. Бро, блядь, ещё это ни одного деда не останавливалось. Детей ещё напрягает, получается. Осуждают. Вы о чём подумали? Я имею в виду, чтобы реально бизнес открыть по доставке подарком, блядь, как ДЕЧЛ, блядь. Бизнес по доставке Снегурочек. Да, ответим всё. Нет, подождите, вот есть Санта-Клаус, Дед Мороз, ещё есть же, в других странах тоже есть свои Деда Мороза. Да. Есть какой-то смешной, подожди, есть какой-то смешной Дед Мороз. Вот в Африке какой Дед Мороз? Не-не-не, подожди. В Австралии, наверное, Дед Мороз. А вон есть, вон, смотрите, кто. Как он называется? Йеллоу Пуки. Как он, блядь, насыдает. Есть какой-то вот такой Дед Мороз. Йеллоу Пуки. Дед? Кто? Какой Дед? Йосов, блядь. Фильский Дед Мороз и Йеллоу Пуси. Знаете, какой есть Дед Мороз? Водонос. Дед Гаечки. Водонос? Да ладно, что ж такое-то. Хорошая браза. Блядь, а что же Деда Гаечки-то? Бля, у меня постоянно шутка придумала, разъем, сари, брат. Шел-шел, замерз, блядь, Дед Мороз, нахуй. Сюда. У меня в Италии Баба Наталья вместо Деда Мороза. Подожди, это что-то не то. Написал, брат. Это, кстати, хорошее, да? Но, кстати, мне ни разу не подарили подарок нормально на Новый год. Мне всегда шоколадку под елку клали. Представляете? Самое главное, что это от близких, брат. Главное, что семья тебе дарила шоколадку. Я заебался, еще и горький шоколадку. Это ебаный. Улыбнешься, чушпан. Блядь, еще заметил одну вещь. Помните Дед Мороза в виде шоколадки? Да? Я его съел, брат. Бля, он раньше был ебать вкусный. Гилдер очень вкусный. Слав, я вчера ел, я вчера ел. Нет, вкусный, вкусный. Нет, ты что, есть вкусный пиздец. Нам, короче, в школе дарили прям вот этот сундучок. Ну, уебищные дарили просто. Нет, дарили уебищные. Ну, это там говно, а есть охуенные. Только такое ел. Нет, ты сейчас охуеешь, какие вкусные сейчас. Бать, шоколад вкуснее, чем обычно. А я уже улыбнулся, даже не кася там. Охуенные паки раньше были подарков на Новый год. Вот эти вот коробочки. Там очень прикольно было шоколадка степ, я помню. Чуть я дала его. А там что, и птичье молоко было? Очень вкусно. Птичье молоко вообще имба, мне кажется. Это сам вкусный. Да я не могу показать. Да да, это не показать. Это нельзя. А вы, вы что будете дарить своим родным? Вы уже придумали? А я не знаю, в ТГ можно такое кидать? Кстати, я свои уже подарил. Вот в случае с мамой, но я не знаю, надо подарить что-то. Блин, вот вообще сложная тема такая. Я не знаю, вот как у вас родители, например, у моих спрашиваешь, ну типа у них все есть, что им нужно, да? Полипи. Вот, спрашиваешь, вам что-то нужно, они говорят, нет, все есть. И ты этой хуйней пользуешься, да? Не, ну а типа, а что вы дарите? То, что не нужно, что-то банальное, просто типа для галочки. Дима, можно во второй скинуть? Что-то банальное. Открытка, поздравить, все. Ну на новый год, как будто цветы, такой, нет? Ну что-то... Не, на новый год цветы? Ну короче, что, торт, я не знаю, хоть. Я скажу, если у тебя, у родителей все есть, у тебя все есть, вы не хотите друг другу ничего дарить, вы можете что-то банальное подарить, в чем проблема? Ну да, вот конфеты, например. Ну да, открытка. Открытка, так можно вот это просто подарочки вот эти дарить, с вкусными конфетами, почему нет? давайте честно, самое главное, внимание. Внимание, да, родной, да, ты мудрый человек. А сколько лет, Син? Мне 28, 29 будет. Сразу чувствуется, ебать, возраст, причем не только физически, еще и ментальный, блядь. Брат, я скоро буду, это, 30-летний, там и сразу морщины пойдут. это хорошо, что мне 23. Я начал сразу треяться, я смотрел, ой, я не дал твои фотки, смотрел, так я потому что сейчас набрал, я сейчас скину и все, причем если ты успокойся, ты стареешь, просто примите, у тебя кризис среднего возраста, блядь. Да, мне 23. У меня кожа как у младенца. Кстати, 37 ты реально молодо выглядишь. Это факт, нет, это я согласен, я согласен. Диман, бро, нет, нихуя, на 32, он выглядит на 32. Честно, я дал бы ему 3-царик, вот Равшана я дал бы 35. Нет, сейчас я выгляжу старше, не старею, мне кажется, Равшан моложе, чем Диман выглядел. Нет, Равшан моложе, Равшан выглядит лет на 30, а вот Дима для меня выглядит на 32-33. Ты выглядишь на 35, да. Я не... Чё за хуйня? Да, вот 32-33 где-то. Ну да, ты реально. Пойди, Равшан, сколько тебе лет? На сколько я выгляжу? На сколько я выгляжу? На 25? Брат, это 18-17. 24 выглядишь где-то. Я, я на 24. Да. Ну да. Вы 30. Не, Славка, не, у тебя лицо, мне кажется, поменялось очень сильно. У меня? Да. Ну где-то да. Как будто год на 24-25 выглядит, да? Ну да, да, да. Блядь, так мы старики ебаные, ребят. Мы все, мы все тут старики. Я, естественно, мне скоро два, как будто бы, знаешь. В смысле, это мудрость, ебань, понимаешь, я вообще не хочу. Так нет, ну мы все равно все же молодежные, по сути, плюс-минус. Ребят, да, мы молодежные, я, знаете, вот у меня такая тема, я вот хотел у вас спросить, я как будто только последний год начал всем проебываться. Вот эти всякие вайперы, хуяйперы, я реально начал, ну, все пропускать. Что за вайперы? Да вот ты не поиграл, что ли, давно. Нет, ну, вот этот хайп был. Я понял, я понял, отчего прошло. Реал вам, бро. Да, вот эта вся тема, просто как-то, она как-то проходит мимо меня. Я просто читаю в чате, что-то пишут, блядь, там убоел, какие-то вайперы, блядь, думаю, что заебанулись. Не-не-не, это музыка, это музыка. Это мы стареем, брат. Я даже, когда был помоложе, просто не шарил за рэперов, потому что я еще другого. Не, я все равно все успел замечать. Мне вообще просто, мне просто не нравится, что, что челы делают. Это же просто другой жанр, ты не обязан шарить. Так я раньше знал, как будто это все. Ты же не музыкант, понимаешь? Если ты музыкант, ты должен знать, что происходит грубо говоря. Так а на твиче? На твиче. Да нет, брат, ни хуя. Даже на твиче. Вот смотри, раньше, например, шарил просто за всех стримеров. Сейчас, например, даже вот есть шпана, да, которой я говорю, вот честно, вот просто я много, я даже охуел, ты сейчас сказал, что у них было 89 тысяч онлайна. Это охуенно, это круто, но я даже этого не видел. Представь, я даже этого не знал. Вот просто я как будто это пропускаю. Вот я не знаю, как это. Знаешь, как мне кажется, просто у тебя должен коннект какой-то быть, да, с каким-то типом информации. Например, почему я знаю про шпану, я знаю Брэма, вот там парнишка есть, а он участвовал в Инте, когда мы делали с Диной Инту, ездили, да нет, я их всех знаю. Я только знаю тормозные колодки Брэмбо, блядь, спортивные. Я их всех знаю. Я из-за этого знаю их, типа, все, только так. То есть у меня просто, ну, какая-то вот есть связующее звено. Мне кажется, если ты не знаешь, какую-то музыку, значит, я просто, я просто, условно, я не смотрю ТикТок, у меня даже ТикТока на телефоне нет, чтобы вы понимали. У меня тоже нет ТикТока, я ТикТок не смотрю. Не, я смотрю. Я ТикТокер, я ТикТокер. Не, я, если честно, я столько, я столько с ТикТока полезного взял, что просто пиздец. Я вообще, мне жалко времени, я смотрю, думаю, блядь, ну, вот это не мое. То есть я понимаю, кто-то смотрит там помоложе детишки, блядь, базар у Зира нахуй. Ну, хуйня, блядь, понимаешь? Ну, хуйня, тратить свое время, блядь, драгоценное, на какую-то хуйню. Пишешь, что ты комменты в ТикТоке сидят только маленькие дети? Не знаю. Не, ребят, у меня, у меня в рекомендации, у меня в рекомендациях очень много полезного. Прям реально очень. Я могу написать. Если бы я, если бы я начал, вот, исключил бы стрим моего ТикТока, вам бы так было бы скучно нахуй. У меня столько прикольной информации, которая, ну, типа, вот она не для стрима, просто. То какие-то фразки, какие-то там на каком-то языке, то какие-то просто интересные штуки. Ну, то есть, реально, типа, мне кажется, мне ТикТок полезен. Прям реально полезен. У меня, почему вы говорите, что дети сидят? У меня отец, у меня отец вот так ставит телефон и вот так одним пальцем листает ТикТок, очень громко смеется и очень громко слушает. Чувствуешь, пап? Я прикольный у тебя отец, кстати. Почему? Не только дети сидят. Там очень много взрослых на самом-то деле. Ну да, ну знаешь, просто видишь, значит, не мой формат. Вы разве не видели? У меня попытаются нарезки с Мизулиной и с шаманом и там просто открываешь комментарии и все такие, как же они завидуют шаману, замечательному исполнителю мира, блядь, и там просто открываешь фотку. А как они установили? Как там же установить сейчас хуйню, чтобы никто... То есть, ты реально думаешь, что 30 лет, 40 лет люди, они прямо, что вы такие? Они могут установить программу? Ну, я вот сейчас задумался, знаешь о чем? Ну им сложнее точно, но могут. Я сейчас по своему опыту так продумался. Не, ну тебе тоже сложнее или разобрался. А есть объяснение тому, что мы молодежь, ну вот новое поколение людей, которые... Мы сидим вот так в телефоне, все смотрим вот так, тихо общаемся, а наши родители вот так. Да. И когда общаются, они это делают пиздец как громко, понял? Ну у меня, кстати, нет такого. Я отвечаю оба. С той стороны тоже громко. Нет такого? Ну я понял о чем-то, возможно, частично. Ну возможно у кого-то, но у меня нет. Восприятие самого телефона, типа что, вот как, пользусь телефоном. Единственное, что пошло реально в ту степь, что странно, что телефоном не пользуются так, как им должны пользоваться. Я не знаю, я забыл, что такое вообще звонки, блядь. Я в последний раз звонок принимал, не знаю когда, блядь. Мне легче скипнуть и написать сообщение. Вот сразу я вижу, у меня звонок, и я должен быть ебанута в охуенном настроении, чтобы взять трубку. Согласен. Типа я не знаю, мне просто в подловке. Потом все обижаются. Не, не, я просто сразу отвечаю, я пишу, что там типа. Куда придет следующее, сейчас смотрите, то есть сейчас мы раздействуем с мультимедией как раз таки через телефон. Вот экран телефона, он больше стал, у нас там PlaySidee, и все так вот. Ванус думаешь будет вставляться? Короче, как будет потом работать? То есть это будут голограммы, либо будут какие-то вот очки прикольные, которые вы не делаете, и видите там звонки, линзы может будут. Может реально Ванус, как предложили. Не знаю. Я даже не представляю. Как будто нельзя придумать сейчас пока такого что-то ебанутого. Мне кажется, так не останется. Ну вон пишут в чате чип в мозг. Не, ну это еще не скоро. Я кстати сейчас читаю книжку, только скорее всего там телеметрия будет пиздец дохуя. Я кстати сейчас книжку про это читаю, охуенно там как раз прочитаю. Блядь, а прикиньте, реально можно было заменить мозг, типа вот просто некоторую часть мозга можно было заменить на электронную. Представь всю информацию, которая есть в мире, поместить в мозг. Это ж пизда. Ты не уснешь. Да. А я найду, как уснуть в интернете. У меня в голове, у меня в голове пусто ебать. Можно звать каждый раз другу, что ты по челюсти вот так ебашил, тогда бы уже ссыпать. Ты знаешь, когда ты с ума сойдешь? В моменте, когда ты заболешь, чем ты начнешь гуглить все в голове, понял? Сейчас, сейчас как будто тренд наоборот, все знания из мозга, тебе все говорит о том, что любую информацию можно взять там в телефоне в интернете в поиске. Ты наоборот не держишь в голове знания, не зная, как будто такое ощущение. Да, реально. Да, быстро забываешь. Наоборот, туда выкачивается, как бы не обратно, не туда. В обратку работает, как будто. Не, не надо, мне кажется, слишком будет опасно. Человек будет опасным. Еще, мне кажется, связано с тем, что очень легко стало найти какую-то определенную информацию. То есть раньше, если тебя сделал какой-то вопрос, ты или искал, читал драматуре, литературу, либо спрашивал людей, и, естественно, вместе с этим ты узнавал что-то еще более новое, и таким образом у тебя просто кругозор увеличился, вот этот как бы основа, и азберг так получался. Сейчас ты просто, допустим, почему я хочу срать? Пишешь, и тебе сразу первая ссылка, потому что ты, блядь, поел все. И такой, а, ну бля, ладно. Очень легко найти информацию. Кстати, заметили, как интернет импрунулся в плане скама? Типа, вы замечали, что вот раньше интернет был такой, ты пишешь, купить там, и, не знаю, для стима ключ, и первые 500 ссылок это все скам. Он ровно так же, брат, импрунулся с точки зрения информационной безопасности. Я помню, как я два билета на Сапсан купил. Я не помню, когда пассажировал с антивирусом. Бля, у меня такая же хуйня была, брат. Я когда первый раз к тебе ехал в Питер, в 2019 году, я написал, купить билеты на Сапсан, зашел, купил, блядь, оказалось, что вообще даже такого сайта никто не знает, блядь. Ебаный, блядь. И там приходит письмо, и тебе пишут, типа, попробуйте еще, типа, ваша оплата не прошла, и ты еще один покупаешь, блядь. У кого есть? У кого есть антивирусы на компе? Есть какой-то антивирус? Мне кажется, охуенно, что в интернете безопасно. Да, но я, например, у меня есть вот правило, я с рабочего компа вообще не перехожу никуда, и ничего. У меня на рабочем компе, даже если будет вирус, тут нечего брать, блядь. У меня ничего нет на компе. Поэтому iPhone удобно. Кроме твича ничего здесь нет. iPhone удобно ты берешь, заходишь на порносайт, и никогда не поймаешь вирус. Никогда на iPhone. И все. В этом есть плюсы свои. Как ты про девушек тоже не ебешь с ними, тоже ничего не поймаешь. Не iPhone, это имба, ребят. iPhone реально очень хорошая. Понимаете, когда ты покупаешь Android, ты доказываешь, что он лучше iPhone, а когда ты покупаешь iPhone, тебе ничего никому не заказывают. Это, знаешь, BMW для тех, кто спешит, Mercedes для тех, кто уже успел ебать. Да что ты говоришь, слушай. Да я тебе говорю, ебать. Да поговори мне. Да успокойся, на гелеге, хоть и или что. Да, да, охуенный, и что. Ну допустим, охуенный, ну и что. Ты мудачил, у тебя вообще, у тебя вообще, ты мудак, у тебя вообще Mercedes был, ты чё так быстро переобулся, блядь. Да нахуй сжег его, блядь, в М4 взял. Да я тоже бы сжег говно. Хорошо, долго горело говно, слышь. Что еще раз? Долго, долго горело говно. Мутлело, как навоз, тоже долго горит. Говно вообще не горит, есть еще. Самая охуенная машина, это Жигули, один хуй, как ни крути. Нет. Волга, брат. Мне, кстати, мне очень нравится Жигули. Вот именно для земли, для дрифта, понимаешь? Ну если такой, знаешь, восстановленный, блестящий, прям новый-новый. Весь выдраченный, ухоженный. По сути, Жигули изначально итальянская машина, созданная итальянцами, понимаешь? Какими нахуй итальянцами? Типа Жигули? Ты чё, не знал, как в Тольятти появилась? Жигули? Ты знал, что Тольятти в честь, назвали в честь человека, построили вокруг завода, город построили, знаешь что? Не, не. Не бай прокладе. Спасибо за интересные факты. То есть получается, то есть сейчас, кто получается на Жигулях, они ездят на итальянц? Итальянские. Пародиски. Ребята, как эти машины у меня Жигули. Блядь, а почему я не пишу 52 в чат, а тут я хуй сос выходит, не пойму. Куда ездишь? Да это у меня чате поменяли. Ну я не знаю, мне похуй что-нибудь там менять все со смайликами. Я такой, знаешь, я разделился, типа я стример, чат это их территория, я им ничего там не запрещаю, ничего не это. Они там сами что-то с модераторами договариваются, блядь. Типи пишут, потому что админы хуй сосы. Я как-то один раз говорю, а что у меня 52, типа это, поменяют что-нибудь. Не, 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 мы будем пусть хуй сосы быть. Ну ладно. Теперь мне я хуй сос. Они знают, как пишут иногда, вот так смотри, ВАД, я хуй сос. ВАД, я. В минуте этих модеров теперь это админы будут. Теперь админы нахуй. Ну что, ребят, как будто, как будто прикольно поговорили. Как будто мы уже заебали, да. Да. Не, просто всегда такой сходится, все начинают яро разговаривать, и по факту очень сильно устаешь. Но это правда так. То есть люди иногда не понимают, почему там подкасты не идут в 6 часов. Да потому что просто все настолько выговариваются, всем же по сути, было прикольно. А как понять, что было прикольно? Потому что до подкаста мы все начали уже контактировать. То есть по факту... Бля, мне очень нравятся подкасты, брат. Жду еще подкасты. Я в жопу ебал. Мне кажется, подкасты, которые идут 6 часов, это такие вот на радио включаешь, где... Ну, это такие, видишь... С таким голосом. Да, это, наверное, с вопросами, с нудными темами. Ты сидишь, типа обсуждаешь. Да, у нас, короче, ребят, у нас будет два подкаста. То есть мы подумали так, что у нас будет первый, он будет до номинации Славы, и второй будет после номинации Славы. Числа, наверное, 20-го, может быть. Я думаю, что номинация... Что такое СТА, я хуесосы? Стай. Стай. Охуеть! Я сейчас всех сфотографирую и залеем в полицию напишу. Просто, короче, я считаю, что все-таки номинация... Номинация это довольно такая громкая тема. Громкая тема, да. Я сфоткала. И поэтому, что... Я думаю, что после нее провести номинацию будет прикольно. То есть мы обсудим саму номинацию, как она там прошла, что тыры-пыры. Я уже префом позвал туда Зубарева. Я надеюсь, что он успеет ознакомиться. Надеюсь, что он посмотрит хотя бы чуть-чуть номинацию. Это просто будет важно. Я, кстати, знаю, кто уже где выиграл, если что. Реально? Так расскажи, Таль. Не-не-не. У меня вопрос по номинации. Да. Бро, а тебе не кажется, что... Тебе, наверное, задавали этот вопрос, что выиграет тот, у кого аудитория. Да ёб твою мать. Бля, самый тупой вопрос, клянусь. Я вот не организатор. Я вот не организатор. Самый тупой вопрос. Так всегда было, нахуй. Брат, просто... На самом деле, это неправильно. Вспомни номинации Мокриевского. Потому что тоже голосование были. Да? Не, ну там с примерами многие говорили. Почему они голосовали? Я тебе честно скажу, брат. У тебя вот... Ты услышишь победителей, у тебя не будет вопросов ни к одному из них. Кстати, смотри. Там не будет такого, знаешь, что типа, что, ну, такого, что ты не ожидаешь. Да, да? Нет, нет, нет. Смотри, смотри, Слав. Сути или кто-то, или что-то такое. Слав, смотри, я с тобой не согласен в плане номинации Мокриевского. Смотри, была такая тема. Везде, где делали номинацию, везде, в рифмах и панчах, в крупных телеграм-каналах, я никогда в жизни не набирал вообще процентов. Ну, то есть у меня всегда было минимум процентов. За тебя голосовало ебать как дохуя. А каким-то хуем у Мокриевского я выиграл. Но, типа, это же не работает так, что у меня аудитории больше. Хотя же по факту аудитории намного больше. Но на твича именно в том году выиграл именно я. А на разные, брат. Видишь, там очень-очень много разных. Там из шпаны пацаны есть и хозяева, и 89-й сквад, и наш сквад. Накрутка. То есть, типа, ну, блядь. Очень важный момент. То есть, начнем с того, что ты изначально презентовал это на мероприятии как Оскар, верно? Да, да. Но система голосования там. На Оскаре, да, нет. Система голосования почему-то у тебя зрительская. При этом все номинаты. Я имел в виду, как Оскар именно с точки зрения проведения, как это будет происходить. Это статуэтки. То есть, статуэтки были у Мокривского. Получается, тоже у него Оскар? Единственное, чего не было у Мокривского, это красная дорожка. Подожди, ну, ты увидишь, как это выглядит. Как единственное, чего не было у Мокривского? Ты, наверное, не понимаешь, что там будет огромный концертный зал. Концертный зал был у Мокривского? Я поэтому говорю, у них не было красной дорожки, но все остальное... Нет, у них вообще не было продакшена. У них просто видос был. Так это что-то самое. Роза пахнет розой. Как розы... Ну, розы назови или нет? Ну, это нельзя так сказать, что футбольный матч на коробке дворовый и футбольный матч, который... Финал Лиги Чемпионов, это одно и то же, потому что и там и там мяч есть. Да, потому что там другие... Поход с равнением. Там другие кандидаты, понимаешь? А тут все равно это зрительское голосование. Поход с равнением. Если ты делаешь Оскар, то надо все-таки менять концепт в целом. Смотри, ну, а как... Ладно, хорошо, хорошо. Смотри, вопрос. Ну, нравится мне вот Ваня, да? Я его делаю стримером года. А при чем здесь это? Я говорю тебе просто изменение в целом концепта номинаций. То есть у тебя на Оскаре, в золотом мяче, Грэмми, абсолютно разные условия для номинаций. Где-то происходит, допустим, голосование. Там везде голосование. Это очень важный момент. Но среди людей, которые плюс-минус шарят в теме. В чем проблема? А дать возможность голосовать самим стримерам и, допустим, причастным людям к этой тусовке. Там будут категории, где будут голосовать стримеры. Ты есть конфе? И поставить, да, есть конфе. Значение, допустим, чтобы ты не голосовал за свой сквад, за каких-то определенных людей. Ну, то есть, как, допустим, в футболе, чтобы за свою сборную не голосовал. Например, такие вещи. То есть это все можно продумать. Но в данном случае мы имеем в номинациях «Восходящая звезда Энзай». Ты видел, что «Восходящая звезда»? Кстати, мне интересно, почему вы дерзко убрали, а потом добавили. И почему из-за этого из Кастер года убрали Никса, оставив только Пчелкина в городе в одиночестве? Потому что он комьюнити Кастер. А к чем разница? Он работает на зарплате в студии, брат. Это комментатор. Хорошо, а где так и номинация для комьюнити Кастера? Ее нет. Почему? То есть для ребят, которые набирают 200 тысяч онлайна, нет номинации. Но при этом они из номинации лучший Dota 2 стример. Где, кстати говоря, не было кишков долгое время. Но были чуваки, которые хуй знает вообще, почему там находятся. С «Восходящими звездами» такая же история. Посмотри, золотой мяч. Золотой мяч. Официальная движуха. Да. Голосуют журналисты? Да. А выигрывают Месси? Ну там тоже очень много вопросов. Но давай будем честны, там хотя бы это очевидно. Но тебе не кажется, что любая всегда будут вопросы к любой премии? То Кричина Роналда выигрывал бы каждую номинацию. Просто потому, что он намного мединие, чем Месси, очевидно. То есть просто с точки зрения, допустим, его статистики в Инстаграме и на других соцсетях. Но подожди, Месси выиграл золотой мяч? Месси вор. Да, сейчас да. А Би-Фин, Би-Фин должен был выиграть? Нет. Ну вот и все, но в этом году многие спорят. В этом году многие спорят. Я тоже согласен с этим. Но это в любом случае более реальное, чем то, что происходит. И зрительское голосование, когда ты называешь Тоскаром, это неподходящая вещь. Вот и все. Если я хоть в одной категории выиграл, то сейчас мы душим Стинта. Если нет, то я сори на стороне Стинта буду. Да нет. Нет, нет. Вообще, типа, это нормально. Ничего в этом нет плохого. Есть всегда вопросы. Но прикол в том, что всегда будут какие-то косяки. Понимаешь? Всегда будет какая-то хуйня, типа что-то такое. Хочется сделать что-то громкое, но оно просто иногда, типа, не получается так, как хотят другие люди. Мне написал Твич-контора, который монтировал, получается, какие-то номинации для премии Бустера и сказал о том, что организаторы, я понимаю, Бустер вообще в данной ситуации крайний, они вообще не шарят за номинантов, поэтому и они такие странные. И честно, ну, когда вот потом, чтобы понимали, вот, Эвелон, очень важный момент. На сайте написано, что добавят новых номинантов в какой-то момент, когда они пройдут определенное количество голосов. То есть, прямо на сайте написано. Это вообще неправильная тема, кстати. Добавляют, внимание, внимание, комедия, добавляют в последний день и через день заканчивают голосование, а потом такие, а, бля, наверное, это хуйня, давайте еще на один день продлим. И самое забавное, ну, добавили просто тех чуваков, о которых постоянно говорили. И, кстати, говорят через сквад года, где шпана. Там добавили, блядь, даже вообще всех. Там гринж-сквад добавили. Добавили сквад, как понимаю, оркоподкастера, а про шпану вообще забыли. Ну, просто забыли. Я понимаю, ну, видимо, их не существует. Либо, получается, у организатора есть определенная история. Да нет, просто, ну, реально вопрос. Где каша был в стартовой части номинации? Ну, я напоминаю, там есть чуваки, у которых онлайн 400 средний. 500. Я тебе не могу ответить на этот вопрос, вот настремяете. Могу без стрима ответить на этот вопрос. Так и у людей всех, если этот вопрос, брат, Зачем не без снимая? Значит, ответ на этот вопрос не должны все люди знать. Ты же должен понять. Ну, ты чё? Я тебе уже скажу, скажешь так, ну да ладно, окей. Скажи, в чём проблема? Нет, у вас есть проблема. Ты должен, знаешь, я не могу сказать этот вопрос. Ну, ладно. Ответ на этот вопрос. Не, ну это, так бывает, что некоторые моменты просто нельзя говорить, которые связаны с чем-то, знаешь, таким типа ну ты же не знаешь я просто озвучил мнение я тебе скажу такой скажешь а ну ладно окей мы сейчас без трема типа сядем в комнату эти скажу об этом такой ну да хорошо слушай у меня есть теория почему вы не добавили кашу и и другую часть но на самом деле если это реально правда то немного не круто вот моя теория в голове скажи давай говорить политикой что он связан с политикой никто не будет говорить же типа ну вы не скажете да нет и просто все нет ну я же не хорошо подтвержу что-то как просто все ахиасус есть там есть номинацию вот я говорю я я просто задал вопросы которые интересовало людей вот и все больше не меньше не это хорошо брат ну а короче короче мы решили на грустном до закончить так весело поднялась поднялась этот вопрос из ровшана я решил продолжить я ничего не менять это из-за тебе все это тебя давайте давайте все равно ну не не переводить в грустную тему все равно ну типа вы же понимаете номинации мы все равно ее ждем как получится блять ровшан блять нам за минус вайбл просто мы все разные да короче появились вопросы они спорта чемпион для вот у нас больной человек сидит ребята можно кинуть ровшану плюс реп он хотел постричься но решил прийти все-таки на мне настребить не подстригся а я ему крышу охуенно выглядит я хочу лучше понял брат и чё лучше кого кто нахуй звонит да нет понятно дело что люди разделяются на два типа что вот там по факту говорит кто-то пишет душит ребят ну такое бывает но просто как будто знаете типа на стримах все равно нужно это все так аккуратно дабы и не минус вайбе то есть люди все равно питаются от стрима эмоциями и кто-то сейчас может такой типа он сидел ему было весело сейчас такой на грустной нотке стрим закончился то есть не нужно короче такие стримы типа я просто знаете типа я очень сильно парюсь за эмоционал конечно это странно будет звучать от меня от того типа который любитель поныть и погореть но короче стрим желательно заканчивать хорошем направлении настроение настроение потому что люди запоминают вот эту эмоцию и таки бля мне здесь было грустно я не хочу например типа поэтому спасибо вам огромное ребят что вы тут все пришли мы сейчас послушаем скач травшан и будем заканчивать если я что-нибудь выиграю а если не выиграю маленький приз дать я хочу выйти и вот так выйти и прыгнуть вот так чтобы я в золото закричал а крынусь ради этого только хочу выйти ну человеку такая мечта представляете если никто не крикнет я просто блять позором уйду нахуй прикинь я просто как долбоёб и все молчат крикнут все будут готовы понимаешь я буду ждать или только тебя это месси дрочеры сидят где ну вот сделай сейчас и смотри чат но все равно же есть как-то тебя поддержит это блять забей это долбоёб нахуй полчата занимает один думает блять умный нахуй самый нашелся ребят спасибо огромное что пришли славян не расстраивайся не надо расстраивать у тебя скоро номинация скоро жесткий стрим который должен пройти охуенно спасибо злому большое что пришел тоже да да красава спасибо но мы привыкли с наступающим встретимся с вами с подкастом числа 20 какой там состав пока я еще не могу сказать потому что он все равно что собирается но там будет зубарев зубарева пишет очень много но это вообще пиздец типа как пишут зубарева поэтому типа зубарев сто процентов будет и посмотрим после номинации возьмем какие-то кусочки что-то обсудим что-то поговорим короче так да врубать короче не буду сразу говорю ребят я с вами попрощаюсь спасибо большое кто пришел да было очень круто все пока пока все я замучился бля если честно было очень круто прям мне понравилось ну блять есть такая тема своя в подкастах все равно и спасибо огромное волгарди что успел настроить сайт потому что давно не было подкастов и всего этого волгарди успел все настроить все сделать чьи новогоднее настроение нам немножко подарить как всегда у нас не особо получилось пройтись по темам но блять я думаю что вы уже привыкли я думаю что никого это уже еще у нас есть 15 тем которых мы обсудили блять дай бог 2 чат один дома не будет я не знаю почему я чувствую себя отвратительно